Клинические исследования Однако мы не можем с вами останавливаться, не обсуждать важные вещи, и нас бы за это отругал наш учитель Михаил Романович Личиницер, выдающийся ученый, академик, человек, который внес огромную лепту во внедрении клинических исследований международных в Российской Федерации, в СССР когда-то, потом в Российской Федерации, на международной арене. Человек с международным авторитетом, безусловно, жалко, что его нет, однако память о нем, его памяти круглые столы, формы продолжают идти, и я должен сказать, что это, конечно же, обмен мнением опытных исследователей. Сейчас Россия и для ЕАЭС является очень интересной площадкой для исследований. Ну, во-первых, это потому, что многие онкологические клиники сейчас находятся в таком некотором коллапсе за рубежом, и это понятно, они располагались на территории крупных неонкологических учреждений, которые были закрыты. Очень трудно проводить исследования, когда, собственно, нет маршрутизации таких пациентов. Мы при этом сохранили онкологическую службу, в наших диспансерах продолжаются объемные, собственно, исследования по тому же принципу, которые были, потому что, собственно, работает онкологическая служба. Теперь я должен сказать, что наши пациенты заинтересованы, конечно, в исследованиях. Мы заинтересованы в том, чтобы до наших пациентов доходили инновационные курсы лечения, не только инновационные, но и позволяющие нам делать научные выводы. Это для развития для врача, это обучение ординаторов, это международный авторитет, это международный авторитет врачей в своей стране в глазах наших уважаемых пациентов. Поэтому огромное спасибо, что вы не бросаете это дело, продолжаете исти эту работу, а мы всегда будем с вами поддерживать вас. Это всегда интересно, нужно, и в плане развития качества лечения онкологических пациентов является первостепенной задачей. Поздравляем вас с началом этого круглого стола, посвященного международным исследованиям. Всего наилучшего! Уважаемые участники форума, доброго времени! Хочу поприветствовать всех участников круглого стола в памяти Михаила Романовича Леченицера «Клинические исследования, наука, международный опыт и инвестиции в медицину будущего». Он традиционно является важной частью петербургского онкологического форума «Белой ночи» и дискуссионной площадкой для совместной работы экспертов, практиков и участников клинических исследований. Возможность совместного обсуждения актуальных вопросов клинических исследований всегда помогает находить эффективные способы решения, создавать новые проекты и успешно реализовывать их. В этом году в условиях новой реальности особенно актуальными являются вопросы использования передовых информационных технологий в клинических исследованиях. Цифровизация не только помогает нам общаться и обмениваться опытом. Она делает более доступным участие пациентов и врачей в клинических исследованиях, улучшает качество данных, получаемых исследованиями и позволяет быстро оценить эффективность и безопасность терапии в процессе исследований. Онкологические и клинические исследования являются наукоёмкими, требуют вовлечения большого количества специалистов, владеющих инновационными методами диагностики. А детальное понимание характеристик опухоли на геномном уровне делает возможным развитие персонализированного подхода в лечении. Таким образом, клинические исследования новых молекул делают возможной для пациентов терапию завтрашнего дня уже сегодня. Специалисты-онкологи успешно проводят как инициативные, так и спонсируемые исследования и всегда готовы делиться своими знаниями с врачами, исследователями из других областей медицины. Совместная работа ведущих клинических центров нашей страны в сфере клинических исследований позволит обеспечить их высокое качество. Обмен опытом, распространение лучших методологических подходов к проведению исследований, повышение профессионального уровня врачей, исследователей помогут вовлечь новых участников в клинические исследования и, как следствие, быстрее сделают доступным инновационные методы диагностики и лечения социально значимых заболеваний для пациентов. Желаю успехов всем участникам форума! Добрый день, дорогие соратники, друзья, единомышленники! Я искренне рад приветствовать всех участников седьмого Международного онкологического форума «Белая ночь», который проходит в моём родном городе Санкт-Петербурге. В рамках форума уже стала традицией проведения круглого стола «Клинические исследования, наука, международный опыт и инвестиции в медицину будущего». Этот круглый стол посвящён памяти известного академика, врача-химиотерапевта Михаила Романовича Личиницера. Очень несложная фамилия, если понимаешь, что суть её от слова «личи». Михаил Романович ушёл от нас в 2019 году, и, конечно, это невосполнимая утрата, особенно для людей, кто глубоко погружён в изучение клинических исследований, а именно этому направлению и будет посвящён круглый стол. Вы знаете, вспоминая Михаила Романовича, удивляешься, насколько это был простой человек, который не гнался за какими-то должностями, хотя написал более 600 работ. И, наверное, вся Москва, да и не только Москва, а очень многие семьи Советского Союза, России благодарны о том, что вопросы фундаментальной науки, вопросы фундаментальной клинической онкологии, безусловно, ставились всегда в приоритет этим выдающимся учёным. В рамках круглого стола будут проведены дискуссии, безусловно, будет выслушано различное экспертное мнение и вопросы возможности предоставления пациентам современных инновационных направлений лечения, новых препаратов будущего. Всё это зависит от того, насколько мы сумеем донести до практически каждого лечебного учреждения значимость участия в клинических исследованиях, которые стали частью международных крупнейших клинических исследований, тем самым подтвердив о том, что уровень специалистов науки и самих фундаментальных знаний наших врачей, безусловно, соответствуют мировому опыту. Я уверен, что дискуссии, общение и, самое главное, приятные и увлечённые люди, которых вы увидите и на этом круглом столе, и на самом форуме, это основа нашей отечественной системы здравоохранения. Я записываю это поздравление. Воскресенье 20 июня. Сегодня вот такое удивительное совпадение, что сегодня и день медицинского работника, который особенно значим в сложные уже несколько лет пандемии. Также и праздник Святой Троицы. И, вы знаете, вот такое, наверное, воодушевление и радость жизни, которая должна всегда присутствовать у доктора, потому что, безусловно, ты это передаёшь тем людям, которые очень нуждаются помимо лечения ещё и в серьёзной духовной и лечебной поддержке. Вот это очень важно. Я благодарен всем своим друзьям и коллегам за возможность поздравить всех с сегодняшним праздником Днём Медицинского Работника и также Днём Святой Троицы. Три единства, доктор, врач и духовность — это всё то, что нас объединяет. Спасибо большое. Искренне ваш, Дмитрий Чагин. Да, мы хлопать даже готовы за такое приветствие. На такой оптимистичной ноте мы начинаем, уважаемые коллеги, наш очередной круглый стол, посвящённый клиническим исследованиям. Спасибо всем, кто нас, так сказать, напутствовал. И у нас очень насыщенная программа. Много спикеров и вопросов, которые мы выбрали для обсуждения, они навеяны просьбами врачей-исследователей и пациентских организаций. Поэтому мы сразу переходим к делу. У нас основной модератор первой сессии Сергей Маркович Добровин, компания Pfizer. Сергей Маркович, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Спасибо большое организаторам за предоставленную возможность, скажем так, промодерировать данное очень-очень интересное мероприятие. Да, совершенно верно, Артём Николаевич сказал, что, в общем-то, нам жизнь прямо-таки диктует темы. И то, что мы сегодня собираемся поговорить о том, как у нас могут пациенты, неграждане Российской Федерации, участвовать в клинических исследованиях на территории Российской Федерации, в лечебно-профилактических учреждениях, как и государственного, так и другого типа партнёрства, это как раз вот та основная тема, ради которой, в общем-то, мы сегодня собрались. И я хочу объявить первого участника и попросить Дмитрия Анатольевича Рождественского из Евразийской комиссии первый доклад. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение на форум «Белые ночи». Я волею судеб принимал участие в трёх форумах. Хочу сказать, что сессия по клиническим исследованиям, она всегда пользуется просто потрясающим ажиотажным спросом у врачей-исследователей. Надеюсь, что и данная сессия будет также востребована, актуальна. И мы с вами поговорим, начнём разговаривать относительно вопроса обзора нормативных требований к участию граждан ЕАЭС в клинических исследованиях, проводимых в Евразийском Союзе и других странах. Вопросе, который, казалось бы, не содержит в себе никаких подводных камней и неурядиц, но на самом деле при ближайшем рассмотрении это оказывается вопрос, являющийся большим камнем преткновения. В данном случае я даже вот выступаю, знаете, в двух ипостасях. То есть, с одной стороны, работая в Евразийской экономической комиссии, мы занимаемся вопросами нормативного регулирования рынка разработки и клинических исследований лекарственных препаратов. С другой стороны, вот волею судеб я являюсь гражданином Республики Беларусь. Сейчас, как вы знаете, в Российской Федерации идёт вакцинация. Вот пытаясь попасть в клинические исследования и пройти вакцинацию, вот то, что я испытал, это отдельный глубокий жизненный опыт, определённая психологическая травма, последствия которой для моего организма, наверное, ещё не ясны. Поэтому вот если мы посмотрим на нормативное регулирование проведения клинических исследований, то вроде бы создаётся иллюзия достаточно глубокой проработанности этого вопроса. Вот можно назвать 10 документов союзного уровня, которые регламентируют все и другие аспекты проведения клинических исследований, лекарственных препаратов, различных видов клинических исследований, различных групп лекарственных препаратов, разновидностей лекарственных препаратов. И казалось бы, что вопрос участия в клинических исследованиях субъектов, пациентов, добровольцев, он не вызывает каких-то проблем, ввиду того, что такое огромное, солидное количество документов, безусловно, содержит в себе все необходимые отправные точки нормативного регулирования. На самом деле, только один из этих документов, это правила, надлежащие клинической практике, они говорят о том, что, да, независимо от своего гражданства, вот субъект может участвовать в клинических исследованиях и все. То есть больше никаких нормативных норм нет. А где находятся причины вот этого, ну, я не знаю даже, как назвать, кризиса, разрыва нормативного регулирования? Они кроются, по сути дела, в одном очень важном нюансе. У нас есть договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. И в статье 28 договора, собственно, говорится, что такое вот единый рынок, да, что это экономическое пространство, в котором, согласно положениям договора, обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. То есть вводится вот эта тетрада свободного движения. Если мы постараемся ее переложить на понятный нам процесс клинического исследования, то товар – это лекарственный препарат, который проходит исследование, и потом будет продаваться, использоваться, применяться. Это лица, понятно, это субъекты клинических исследований, услуги – это, собственно, вот услуга по изучению эффективности, безопасности медицинского вмешательства, то есть само исследование, ну и капиталы – это то финансирование, которое вложено спонсором в клиническое исследование. Однако, вот вся эта тетрада, подпадая под определение свободного передвижения, упирается в то, что сфера отнесения этой тетрады относится к сфере здравоохранения. А здравоохранение, согласно законодательству абсолютно всех государств, членов Союза, это не экономическая сфера, а это социальная сфера. И возникает определенный разрыв. Евразийская экономическая комиссия, евразийский рынок – это рынок экономический, а здравоохранение равно как образование – это социальная сфера. И поэтому вот с большим трудом в акты комиссии удается погружать элементы регулирования, относящегося к вот этим сферам, не входящим в понятие экономики. А Министерство экономики государств-членов, МИДы государств-членов, Минюсты государств-членов категорически всегда возражают относительно погружения подобных норм. И если мы посмотрим на проблематику участия субъектов, то есть, собственно, что у нас не проработано, то у нас не проработано три важных аспекта. Во-первых, это аспекты правовые. Не проработано правовое поле оказания медицинской помощи гражданам Союза, которые не являются гражданами государства, на территории которого они находятся. Увы, эти вопросы не нашли правового отражения. Страховые аспекты. Медицина, здравоохранение в наших государствах неизбежно стало опираться на различные основы. Где-то, как в Российской Федерации, медицина переведена в область страховой медицины, где-то, как в Республике Беларусь, в Кыргызской Республике, она остается сферой исключительно государственного оказания услуг, без формирования вот этой страховой базы. Где-то используется комбинированная система, как в Республике Казахстан, где и государственный сектор, и страховая медицина присутствует. В страховой сфере, я сейчас говорю о страховой сфере клинических исследований, когда страхуются риски спонсора, риски пациента, неясно, как исчислять эти риски, ввиду того, что в наших государствах и разная ожидаемая продолжительность жизни, и разовая базовая ставка, и разовый уровень минимального размера оплаты труда, то есть те математические основания, которые используют страховые компании для исчисления страхового риска. И они не хотят, они не очень, скажем так, приветствуют использовать эти расчеты для неграждан государства-члена. Нет, наконец, правового регулирования оказания страховой помощи гражданам Союза, не являющимися гражданами государства-члена, на территории которого они находятся. И последние – это организационные моменты. Многие из них носят технический характер, как, например, проблема наблюдения за пациентом на амбулаторном этапе, проблема логистики, то есть перемещение пациентов между государственными членами Союза, если раньше мы об этом не задумывались и говорили, что границы практически прозрачны, сейчас с ситуацией пандемической не всегда удается свободно перемещаться гражданам региональных образований внутри этих региональных образований, будь то наш Евразийский или Европейский Союз. Проблема, но есть две проблемы организационного плана, которые более глубоки. Это проблема различия стандартов диагностики. Безусловно, в онкологии, наверное, она так не видна, но есть те сферы медицины, где у нас между государствами стандарты очень различаются, например, психиатрия. И те люди, которым выставляется один диагноз в одном государстве члене, по критериям восстановки диагноза, могут не попадать в данную нозологическую группу в другом государстве члене. Поверьте, что такие отличия стандартов диагностики можно обнаружить и в кардиологии, как ни странно. И я бы сказал, что онкология, наверное, здесь находится в таком привилегированном положении, потому что всё-таки здесь у нас стандарты практически идентичны. Ну и, наконец, проблема организации лечения после выхода пациента из клинического исследования. То есть вот эта проблема организации его лечения именно с точки зрения продолжения доступа к лекарственному препарату, которое он не получит в своём государстве, потому что исследование проходило на территории другого государства, члена Союза, тоже остаётся и тоже является проблемой, я бы сказал, очень важной. Вот, собственно говоря, вот если пытаться обрисовать проблему, её важность и актуальность, то я бы остановился вот на этих вещах. Истоки проблемы я вам постарался показать. Основную проблематику участия я постарался вам озвучить. Я надеюсь, что последующие выступающие, они смогут вот осветить нам хотя бы попытки решить проблемы вот этих правовых, страховых, организационных моментов. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Ну и я очень надеюсь, что тон нашей дискуссии, он будет таким вот живым, горячим и полезным для всех слушателей. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое за такой вот очень проработанный, чётко и понятный, такой понятный месседж для всех участников событий. У меня к вам один коротенький вопрос будет. Я думаю, что потом мы уже в деталях будем обсуждать это, скажем так, на панельной сессии со всеми участниками. А пока вот один очень короткий вопрос. Вы сказали, что на настоящий момент правовое поле не проработано в плане оказания медицинской помощи гражданам ЕАЭС, не являющимися гражданами тех стран, на территории, на которой они находятся. Есть ли у нас какая-то перспектива того, что в ближайшее время евразовское законодательство будет отрегулировано в этом плане? Вы знаете, перспектива есть, но совсем не ближайшее. Дело в том, что да, у нас в комиссии есть блок по трудовой миграции. Но в силу того, что, понятно, люди как объекты трудовой деятельности, они попадают в сферу данного блока. Безусловно, этот блок пытается решить вопросы организации пенсионного обеспечения, вопросы оказания медицинской помощи именно гражданам государств-членов внутри Евразийского экономического союза. Вопросы эти обсуждаются уже, наверное, около двух лет. Очень тяжело, поверьте, что очень тяжело решаются эти вопросы. Вот в прошлом году удалось решить вопрос, связанный с пенсионным законодательством. Сейчас блок занимается проработкой вопросов, связанных с организацией медицинской помощи гражданам государств-членов, входящих в Евразийский экономический союз. Но я бы не сказал, что этот вопрос будет решен в ближайший даже год. Возможно, он потребует нескольких лет, там, трех, четырех или пяти. Я боюсь строить прогнозы, из меня плохой прогнозист, но срок, поверьте, будет большой. Понятно, понятно, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое. И, в общем-то, как раз, в общем-то, сессия у нас, в общем-то, одной из целей этой сессии, как раз является то, чтобы найти ответ, хотя бы приблизительный ответ на тот вопрос, о котором говорил Дмитрий Анатольевич, хотя бы в применении к пациентам, участвующим в клинических исследованиях. Я хотел попросить... Еще раз... Извините, что... Да, Дмитрий Анатольевич. Немножко перебиваю. Я хотел бы сказать, что если такое решение будет найдено, у нас, по крайней мере, есть куда поместить вот это решение, то есть правила, надлежащие клинической практике, это тот документ, который можно расширить и в том числе решить вопросы вот этой группы лиц, если, правда, как бы более оперативно будет найдено иное решение. Да, да, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хотел бы попросить выступить представителя Global Clinical Trials Ирины Андреевны Рыжкову с выступлением по поводу требований российского законодательства и правоприменения в рамках того, о чем мы сейчас говорим, о страховании и об участии клинических исследований, граждан иностранных государств. Ирина Андреевна, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Отвечая на вопрос о возможности участия иностранных граждан в клинических исследованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации, стоит отметить, что, как заметил предыдущий коллега, в отношении евразийского законодательства нету отдельных четко проработанных норм. Но изучив то законодательство, которое существует на территории Российской Федерации на разных уровнях, включая Конституцию, федеральный уровень, субъекты Российской Федерации по закону и нормативные акты, хочется отметить, что прямого запрета на участие иностранных граждан в клинических исследованиях его как такового нету. Соответственно, мы можем смело пользоваться принципом «все, что прямо не запрещено, то разрешено». Но какие-то особые нормы подсказывают нам то, что это скорее разрешено. 61-й закон говорит о том, что исследователь осуществляет выбор пациентов непосредственно по медицинским показаниям тех пациентов, которые могут принимать участие в клиническом исследовании. Соответственно, акцент ставится на здоровье, не вводится дополнительное ограничение по резидентству в отнесении к тому или иному государству. Кроме того, на всех уровнях законодательства подчеркивается добровольность участия пациентов. И это крайне важно, значит, это есть в 61-м законе, это есть и непосредственно в Конституции, где написано, что никто не может быть без добровольного участия подвергнут медицинским или иным опытам. Также делается сноска на то, что добровольное согласие пациента подтверждается его подписью на информационном листке. И в приказе 200Н дается расшифровка. Расшифровка очень важная о том, что информированное согласие должно содержать как можно меньше специальных терминов и быть понятным участнику клинического исследования. И здесь стоит отметить акцент на осознанность, с которой должен пациент подойти к участию в клиническом исследовании. Кроме этого, важно, чтобы пациент был информирован обо всех аспектах проводимого клинического исследования. Таким образом, нигде не предъявляется дополнительное требование о том, к какому государству должен относиться тот или иной пациент. Кроме того, в 61-м законе есть положение, которое прямо предписывает запрет тех пациентов, которые могут принимать участие в качестве пациентов. К ним относятся дети-сироты, женщины в период беременности, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Этот перечень закрытый, он не подлежит расширительному толкованию. Соответственно, мы можем сказать, что дополнительного дискриминационного признака требования к участию иностранных граждан в российском законодательстве нет. Также стоит отметить своего рода специальные нормы. 61-й закон нас отправляет к тому, что участие пациента возможно лишь при наличии добровольного обязательного страхования зачастую встает вопрос о наличии полиса ОМС. Но, скажем, когда мы обращаемся к специальным нормам, к которым можно отнести типовые правила обязательного страхования, то в самом начале, в обводной части, где дается расшифровка терминов, мы находим, что пациент является физическим лицом, давшим добровольно информированное согласие на участие в клиническом исследовании. То есть, опять-таки, даже на уровне специального законодательства здесь не прописывается никаких дополнительных требований относительно ОМС или каких-то других дополнительных рычагов. Таким образом, просмотрев те скудные нормы, которые наличествуют в российском законодательстве и регулируют вопрос возможного участия иностранных граждан в клинических исследованиях в Российской Федерации, можем подчеркнуть, что нет конкретной нормы, которая предписывает то или иное поведение. И когда у нас нет никакой конкретики ни на уровне федерального, регионального законодательства подзаконных нормативных актов, мы можем обращаться к принципам. А принципы, как говорит надлежащая клиническая практика, это ожидаемая польза должна превышать тот риск, который возможен при проведении клинического исследования. Кроме этого, во главу угла ставятся права, безопасность и благоволучие субъекта. Соответственно, нужно обращать внимание прежде всего на это. И наличие, скажем, резидентства, оно может носить дополнительный дискриминационный характер. Таким образом, делая вывод, можно сказать, что нет запретительных норм, но при этом мы должны понимать, что иностранный гражданин должен владеть языком на должном уровне, должен отсутствовать языковой барьер для того, чтобы понимать, для того, чтобы быть информированным и осознанным подойти к участию в клиническом исследовании на территории Российской Федерации. Должны строго соблюдаться требования протокола и в том числе критерии включения пациентов, которые не могут также носить дискриминационный характер. При этом хочется отметить, что я не исключаю наличие каких-либо ограничений и сложности при реализации различных механизмов участия иностранных граждан в клинических исследованиях, потому что так как это становится востребованным с каждым днем все чаще, но законодательство оно всегда идет, развивается вслед за развитием гражданского оборота, соответственно, какие-то сложности в реализации этих механизмов, они возможны. И вот просто как сопутствующие, это не является предметом обсуждения, но вот, допустим, возьмем, скажем, логистические трудности при, допустим, гражданин Грузии хочет принять участие в исследовании на территории Российской Федерации, еще добавим, что это каком-то орфанное заболевание, и, скажем, спонсор готов оплатить расходы, но на территории Российской Федерации все расходы физического лица, они должны облагаться налогом, и здесь сразу вот встает вопрос, вот, скажем, налоговой подоплеки, как это все оплачивать, в какой бюджет и тому подобное. Что касается страховки, я надеюсь, что, страхование, я надеюсь, что коллеги подробно нам осветят в будущем этот вопрос, но заранее могу сказать, что наличие полиса ОМС, которое достаточно часто звучит и является ограничением к участию иностранных граждан в клинических исследованиях, вот если мы широко возьмем, с правой точки зрения, оно не может являться ограничением, потому что, если я правильно, опять-таки, понимаю полис ОМС, то это расходы, которые берет на себя непосредственно государство, но в таком случае нужно просто придумать другие механизмы возмещения этих расходов, возможно, если пациент хочет оплатить их за собственный счет, возможно, спонсор будет готов их возместить, и, скажем, вот, у нас есть договоры, где в рамках клинического исследования предусматривается очень много анализов, которые должны быть произведены, и часть анализов клиника проводит в рутинной практике, а часть анализов, она необходима спонсору для подтверждения безопасности и эффективности препарата и возмещается спонсором, и у нас вот к договорам предлагаются целые листы этих анализов, где стоят галочки, что делается за счет клиники, что делается за счет спонсора, то есть, ну, как бы, такие механизмы они есть. Ну, в конце концов, можно придумать, наверное, чисто гипотетически новые продукты страховые, которые бы защищали иностранных граждан, вот, в целях принятия их участия в клинических лет на территории государства, на территории российского государства. И еще такой вопрос, говоря об этических, об этической стороне участия иностранных граждан в клинических исследованиях, которые могут проводиться на территории Российской Федерации, стоит отметить, что это, конечно, частный случай, но все равно, как, если мы всеобще взглянем на этот вопрос. Скажем, здоровые добровольцы, когда принимают участие в клинических исследованиях, подразумевается, что им будет произведена выплата за участие. Так вот, это несколько обратная сторона, скажем, в этической вот этой вот медали, обратная сторона медали вот в этическом вопросе, когда мы не можем открыть вот ящик Пандоры и, скажем, граждане государств, где уровень экономического развития более низкий, чем, скажем, Российской Федерации, им не совсем правильно приезжать сюда, участвовать в клинических исследованиях, чтобы заработать деньги. И напоследок, что мне хочется сказать, вот, готовясь к данному форуму, я рассматривала, искала информацию, и мне попался сайт mos.ru, это официальный сайт мэра Москвы, на котором 23 сентября 2020 года была опубликована информация. Заголовок такой. Принять участие в исследовании вакцины от COVID-19 смогут жители всех регионов России и иностранцы. Значит, Анастасия Ракова, это заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, говорит следующее, что все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании. Для этого нужно иметь, а иметь московский полис ОМС необязательно. Соответственно, это позволит расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования, и главным участником находиться в городе Москве. И далее содержится информация о том, что участником может стать любой несовершеннолетний гражданин России или другого государства, который владеет русским языком на уровне, необходимом для заполнения документов и общения с врачами. Это информация для размышления. Я с правовой точки зрения хочу сказать, что указы мэра Москвы не являются федеральными законами, но возможно это своего рода дорога к восполнению недостатков в правовой сфере. Все. Ирина Андреевна, спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы поаплодируем. Отдельная благодарность от меня, потому что какому москвичу неприятно услышать цитаты из мэра Сергея Семеновича от Анастасии Раковой. Отдельное вам за это спасибо. Вот. Безусловно, очень тонко и четко вы проработали вопрос. Знаете, существует такая легенда. В 50-х годах был такой президент Дуайт Эйзенхауэр. Вот. И он очень часто говорил об экономике. Он был, ну он был генералом, насколько я помню. Он в экономике. И у него были советники. И они все время говорили «from one hand, from another hand». Вот. А Эйзенхауэр говорил «Слушайте, а вы можете мне привести однорукого советника, однорукого экономиста?» Вот. Поэтому тоже очень интересно. С одной стороны, с другой стороны. У меня к вам тогда действительно такой вопрос. Хорошо. Представьте себе. Вот ваши коллеги сидят в офисе. Монитор передает вопрос от одного из центров. Предположим, там, не знаю, условно рак легкого, мелкоклеточный. Звонит и говорит «А вот тут гражданин как раз вот из Грузии. Очень хочет принять. Русский знает как родной». А что вы ему скажете? Какой совет дадите? У нас в компании есть такой замечательный принцип. Мы всегда говорим «да», а потом разбираемся. Ответ принимается. Прекрасно. Спасибо большое еще раз. Очень-очень интересно было вас послушать. И я думаю, что еще вопросы к вам будут уже, когда у нас начнется такая общая дискуссия. Вот. А сейчас я бы хотел бы попросить Шейла Азизуна рассказать нам о том, вообще, насколько это, как у нас часто говорят в клинических исследованиях, applicable, насколько это применимо. Какова статистика обращений иностранных граждан в НИЦ онкологии имени Петрова с целью участия именно в клинических исследованиях. Прошу вас. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги, слушатели. Спасибо за представление. Я являюсь врачом-онкологом НИЦ онкологии Петрова, со-исследователем, а также принимаю активное участие в работе отдела клинических исследований нашего учреждения. Как вы, наверное, уже знаете, в нашем учреждении активно работает канал связи для пациентов с онкологическим диагнозом, с помощью которого пациентам предоставляется возможность передачи своих данных для поиска и осмотрения возможности участия в клинических исследованиях как в нашем центре, так и во всех центрах в России. И сегодня в рамках нашей сессии в своем докладе я коротко освещу статистику обращаемости иностранных граждан с целью поиска клинических исследований за период времени с 2020 по 2021 год. И за освещенный мной период в наше учреждение обратилось более полутора тысяч человек, пациентов с гистологически подтвержденным онкологическим диагнозом, из которых около, благодарю, из которых около 7% ставили пациенты иностранных, да, иностранные граждане. И рассматривая именно цифры, 45 и 43% соответственно составили пациенты из Украины и Белоруссии. Также к нам обратилось несколько пациентов, это 12%, пациенты из Латвии, Эстонии и даже несколько пациентов из Польши. Суммарно этот процент составляет 121 пациент. И если рассматривать более прицельно, с точки зрения нозологии, наиболее активными пациентами оказались пациенты с онкологическим заболеванием молочной железы, 32% обращений. На втором месте пациенты раком легких 20%, и также достаточно активны были пациенты с меланомой кожи. Перемещаясь к анонистическим данным, можно заметить то, что пациенты ранее предлеченные, то есть получившие уже одну и две линии той или иной терапии, составили больше процентов обращенных, это 33 и около 20% соответственно. 26% обращений ставил пациенты, которые ранее лечения в целом не получали и являются первичными пациентами, не прошедшие какое-либо лечение. Хочу акцентировать ваше внимание на общем ЭКОК-статусе больных и на стадии заболевания пациентов, которые обращались. Как вы видите, около 80% больных были в удовлетворительном статусе ЭКОК, то есть это до единицы, что говорит в целом о их сохранности и возможности участия в том или ином клиническом исследовании. И также около 40% больных были больны метастатическим заболеванием, соответственно, с наличием отдаленных метастазов. Учитывая это, надо заметить то, что большинство клинических исследований в своих критериях включения напоминает наличие ЭКОК-статуса, да, меньше единицы, как правило, и наличие отдаленных метастатических изменений. И переходя к заключению, суммирая вышесказанное, хочется сказать, выразить важность в целом возможности включения больных из других стран для их участия в клинических исследованиях. И также хочется сказать, что анализируя наши данные, около 50% больных могли бы стать потенциальными участниками, потенциальными субъектами того или иного клинического исследования. И хочется подчеркнуть то, что необходимо расширять возможности включения пациентов в клинические исследования вне зависимости от их места проживания, от их гражданства и так далее, и так далее. Различными путями возможно предоставление транспорта на период скрининга, возможно расширение возможности дистанционных визитов, также возможно подключение новых инструментов для совершенствования данного процесса. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Шелазизн. Очень информативно и самое главное, в общем-то, с цифрами. Мы сейчас вполне можем понять, что проблема более чем актуальна. Опять же, один коротенький вопрос. А сколько удалось пациентов вам включить при помощи онлайн-сервиса? И сколько вообще, в принципе, иностранных пациентов в итоге подписало согласие и были скрининены? Я не говорю про дозирование, вот именно до этапа скрининга дошло. Вы знаете, обсуждаемая нами сегодня тема очень актуальна. Я наиболее активный работник области включения пациентов, в частности, клинические исследования. И надо сказать, что действительно эти пациенты очень активны, именно пациенты из других стран. И они действительно готовы приехать и делать все, что необходимо. Но, к сожалению, на практике мы сталкиваемся с множеством различных препятствий, которые преодолеть бывает крайне сложно. И на данном этапе я затрудняюсь вам предоставить какие-то четкие данные по тем включенным именно пациентам. Но хочу выразить, акцентирую свое внимание на то, что очень большие препятствия на этом процессе, которые бы хотелось научиться как-то. осторожно, аккуратно, практически по-дипломатически. Спасибо большое еще раз. Ну, поскольку мы уже поняли, что это совершенно актуально и, в общем-то, об этом надо говорить больше и приводить больше примеров, давайте уже начнем говорить о конкретных примерах. Я хотел бы просить Никиту Евгеньевича Левченко предоставить нам рассказать о случае из практики. Никита Евгеньевич, прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Я благодарю организаторов за возможность поделиться мыслями и узнать совета относительно включения данного пациента, потому что на тот момент для нас это было действительно мозговым штурмом. Дело было в 2018 году и частично этот переход был на 2019 год. К нам обратился пациент 65 лет, гражданин Франции, имеет вид на жительство в России. Удовлетворительное знание русского языка. И изначально, когда только я увидел этого пациента на амбулаторном приеме, он болел раком легкого, у него была на первый взгляд третья стадия. И как раз в тот момент у нас было открыто клиническое исследование по неодиуантной химио-иммунотерапии рака легкого. Собственно, мы созвонились с монитором и я первый раз узнал, могу ли я ввести в скрининг данного пациента. Кстати, чем будет интересен данный случай, мы узнаем мнение двух компаний-спонсоров. И в первом случае у нас не получилось включить, но во втором у нас получилось, поскольку мы пошли двумя разными путями. По результатам КТ имеются мелкие очаги в левом легком. У нас было подозрение, что эти очаги могут быть метастатическими, и мы решили до подписания информированного согласия выполнить диагностическую торакоскопию. Ну и пока мы ждали ответ, мы прорабатывали различные варианты, как включить данного пациента в исследование. Первый вариант, который был предложен первой компанией-спонсором, это перевод информированного согласия на французский язык. Учитывая, что на тот момент времени Франция не участвовала в данном клиническом исследовании, но спонсор был согласен полностью юридически обоснованно перевести согласие для того, чтобы пациент его подписал. Но здесь возникает другой вопрос, как его буду подписывать я, потому что, к сожалению, при всей моей любви к французскому я его не знаю. И тогда компания предложила мне переводчика, который бы зачитал все информированное согласие, и я поставил бы свою подпись. Но я не знаю, насколько правомочен этот вариант до сих пор, потому что, к сожалению, у пациента подтвердили отдаленные метастатические очаги. И мы пошли по второму варианту, потому что на тот момент у нас был открыт протокол для четвертой стадии нейроклеточного рака легкого. Мы подали в локальный этический комитет его полис ОМС, вид на жительство и сертификат о знании русского языка. После чего ЛЭК нам одобрил участие данного пациента в исследовании, мы подписали согласие и, собственно, начали лечение. Спасибо. Такой короткий клинический случай. Спасибо большое, Евгений. У меня такой тоже, опять же, коротенький вопрос. Я правильно понял, что это было не мелкоклеточного рака легкого, да? Да, это было не мелкоклеточного рака. То есть, в общем-то, какое-то определенное время было. Вопрос. Вы рассматривали вариант всерьез перевода на французский язык в каком плане? Это, в общем-то, очень большие временные затраты. То есть пациенту пришлось достаточно долго ждать, а перевода, валидизации перевода, подача в этический комитет, одобрения, то есть это все время. Но вы были готовы на это пойти? Мы были готовы на это пойти, потому что, по словам спонсора, это заняло бы не больше двух недель. Зная наше учреждение, я думаю, что локальный этический комитет пошел бы нам на встречу и достаточно быстро мы бы это провели через ЛЭК. Понятно. Спасибо. А какова судьба дальнейшего пациента? Пациент долгое время принимал участие в клиническом исследовании, но, к сожалению, вы был взял. Ясно. Спасибо, спасибо большое. Очень такой интересный и поучительный случай. Особенно хочется подчеркнуть, что большая... Вот почему мы любим наших любимых исследований из Нинцы имени Петрова. За честность в том числе, потому что можно было, в общем-то... Человек говорит по-русски, ну, говорит. Но... То есть не просто было, скажем так, отмечено, что знание русского языка, ну, как бы даже еще и доказано это. Это очень важный момент. Вот. Но давайте послушаем следующий случай. Моя коллега Анна Ивановна Шуткевич расскажет нам про кейс пациента из государства Израиль. Прошу вас, Анна Ивановна. Спасибо, Сергей Маркович. Спасибо, коллеги. Спасибо все те, кто слышит сегодня наши презентации. Очень интересно все то, что мы слышали до этого. И я надеюсь, мой доклад также будет интересен всем участникам данной сессии. Я расскажу о примере перевода пациента из зарубежного центра, в частности, из Израиля. Несколько слов об истории болезни самого пациента. Речь идет о мужчине 66-го года рождения, который родом из Москвы, имел гражданство России и, по некоторым данным, также имел гражданство Израиля. Почему говорю так? Поскольку четкого подтверждения у меня нет. Единственное, есть то, что во всех документах указывается его идентификационный номер. И в тех переводах первичной документации, выписок и так далее, которые мы получили, то есть исследователи получили из израильской клиники, переводчик сертифицированный переводит этот ID как удостоверение личности. То есть человек с удостоверением личности в Израиле считается гражданином. История болезни у пациента начинается с 2014 года. Летом 2014 года по поводу головной боли он обратился здесь, в России, по месту жительства в одну из клиник, где в ходе обследования у него было выявлено парангеномы костей черепа. И уж не знаю, какая была причина, но в любом случае пациент принял решение, что лечение он будет проходить в Израиле, где в 2014 году, буквально в течение месяца после диагностики, он получил радиохирургическое лечение. Долгое время пациент чувствовал себя абсолютно спокойно, ничего его не беспокоило. И весной 2016 года ему в ходе обычного обследования, рутинного обследования, были выявлены метастазы, поражения в медицинальных лимфоузлах и тканях лёгких, а также правой почки и обоих надпочечников. Уже в июле, летом 2016 года ему была проведена цитуредуктивная нефрактомия с правой двухсторонней аденалоктомией. И по гистологической оценке полученного метела было установлено, что у пациента светлоклеточный рак почки. В тот момент пациенту была рекомендована таргетная терапия по поводу его заболевания, и во всём мире начиналось наше исследование по сравнению применения комбинации авилюмаба с оксетинибом и с унитенибом. То есть пациент по всем критериям и по предполагаемой терапии в рамках данного исследования подходил для участия. Ему было предложено там же в Израиле включиться в это исследование. Ему предложили информированное согласие на русском языке. Пациент подписал это согласие и начал терапию. Однако весной 2017 года пациент самостоятельно обратился в один из медицинских центров в том же исследовании, но уже в России. Центр находится в Москве. И мы читаем в первичной документации такую вот фразу. «Учитывая тяжёлое финансовое положение, больной решил продолжить участие в исследовании в протоколе в Российской Федерации». Можно думать и гадать, что послужило причиной, но, конечно, такую большую аудиторию трудно говорить какие-то сомнения по этому поводу. Но судя по тому, что мы услышали от доктора, лечащего здесь в России, и судя по этой фразе в первичной документации, видимо, не все требования, международные требования и, как скажем, подходы в международных исследованиях в отношении этого пациента в Израиле были соблюдены. Ещё есть такой момент, что, несмотря на то, что во всей первичной документации говорится о том, что у пациента есть удостоверение личности государства Израиль, тем не менее зачастую в первичной документации он именуется как турист из России. Итак, пациент начал участие в исследовании в российском центре в мае 2017 года, длительное время получал лечение, больше года, и в конце мая, в июне 2018 года уже было прогрессирование заболевания, к сожалению, пациент выбыл из нашего исследования, продолжил лечение уже в рамках следующей линии терапии, ну и, к сожалению, от инфаркта, пройдя через многие испытания, от инфаркта он умер через год в 2019 году. Вот такая вот история болезни пациента. И хотел бы пару слов сказать о сложностях, с которыми мы столкнулись в рамках вот этого нашего процесса перевода пациента из зарубежного центра в российский. Это основное, пожалуй, и то, что тормозило, может быть, нас в каком-то плане, это очень длительное ожидание всех документов, переведенных с иврита на русский язык. На самом деле пациент начал участие в лечении в России ещё когда все первичные документации не были получены. Все переведённые первичные документации не были получены. То есть и то, что касается записей об участии пациента в исследовании в Израиле и любых других выписок из истории болезней, которые были сделаны в ходе всей истории болезни пациента в Израиле. Все записи, которые есть в первичной документации, они записаны со слов пациента в самом начале. И далее, конечно, наши исследователи, слава богу, наши исследователи уже очень грамотно и спокойно коммуницируют на английском языке. Врач-исследователь связывался с тем врачом, который курировал пациента в Израиле. И они обсуждали пациента, всю его историю, чтобы принимать правильные клинические решения уже у нас в стране. Тем не менее, в течение нескольких месяцев мы в итоге получили всю документацию, и она действительно хранится сейчас в рамках всей документации по пациенту уже в России. И, кроме того, были технические сложности. Те системы, которые используются внутри нашей компании, соответственно, IT-специалистам легко удалось перевести пациента технически в системе IVRS, в CRF. То есть наши исследователи продолжили регистрировать визиты, выдачу препарата пациенту, и также регистрировать все визиты в электронной карте пациента. Однако система CTMS, которая использовалась на тот момент в нашей компании, дело в том, что номер пациента привязан к номеру сайта изначально, где пациент зарегистрирован, и сам номер пациента не удалось перевести в текущий центр. И поэтому очень много информации по этому пациенту в дальнейшем хранилось в бумажном виде. То есть на него пришлось создавать отдельные логи, например, по ICT, по отклонениям или по issue sections log. Соответственно, сейчас вся эта информация также суммирована, ну и хранится в депозитории, хранящем всю документацию по исследованию. Пожалуй, это всё, что я хотела сказать. Ну, может быть, пару слов, что в этом исследовании, о котором шла речь, мы сделали очень хороший набор в России. По-моему, мы были вторыми после США. И, конечно, ситуации случалось много-много разных, особенно в прошлом году, когда оказалось, что у нас есть граждане двух государств, например, Россия и Украина. И пациент на время эпидемии уехал к себе домой в Украину. И у нас были целые сложные процессы о том, как проводить визит в удалённом виде или доставить пациенту препарат на Украину. Но, наверное, это уже совершенно другая история. Поделюсь этим как-нибудь в следующий раз. Спасибо вам. Спасибо большое. Очень интересный случай. И отдельно от всех коллег ещё раз хочу поздравить вас с днём рождения и один коротенький вопрос задать. Спасибо. А кто технически осуществлял перевод первичной документации с иврита на русский? Это был сертифицированный переводчик в Израиле. Видимо, оплачивали ему услуги СИРУ. Окей. Понял. Спасибо. Понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги... У нас вопросы ещё из зала. У нас наши спикеры приехали из Москвы. Вот можете подойти прямо сюда. Спасибо большое. СиРФ к чей? Да, какой электронный... Анна Ивановна, а чей часть системы была СиРФ? Я снялась информа-то был. Да? Нет, это был ОСЕРДС Оракл. А, Оракл. А с какой целью интересуетесь? А, всё понятно. Перенос данных. Это интересный случай ещё с технологической точки зрения, потому что они... Так, нас смотрят, поэтому и в дискуссии только с микрофоном. Ваше мнение очень всем интересно. Да, это Ольга Лагиновская. Я хотела сказать, что этот случай ещё интересен очень с технологической точки зрения, потому что действительно ситуации меняются, возникают вот такие неожиданные ситуации, которые нужно уметь решать технологически. И поэтому, собственно говоря, такой вопрос и задавали. Несмотря на то, что мы слышим Ольгу, мы её пока не видим, она у нас потом в следующей сессии будет о председателях. И зрители вы её увидите. Далее. Спасибо всем. Да, спасибо большое, коллеги. Тогда я думаю, что мы продолжим. Продолжим мы... Алла Александровна Блащинская из компании Navartis. Это кейс перевода пациента-участника клинического исследования из центра, который находится за пределами Российской Федерации, в центр, который находится в Российской Федерации. Алла, вам слово. Уважаемые коллеги, я представлю вам наш случай, случай из практики, именно примеры перевода пациента-участника клинического исследования из зарубежного центра в Российский центр. Коллеги, что же произошло? Произошло то, что пациент, имеющий в том числе российское гражданство, участвовал в клиническом исследовании в израильском центре. И на тот момент он получил 29 циклов терапии по поводу распространенной опухоли. Ну, сразу могу сказать, что это была метастатическая меланома, и эффект на лечение был очень хороший, был достигнут полный регресс очагов. И по протоколу интервал между введением был 3-4 недели. Но в связи с ковидными ограничениями пациент не смог вылететь в Израиль на очередной визит для продолжения лечения. И клиническая команда, глобальная клиническая команда компании «Новартиз» обратилась в локальный «Новартиз» для того, чтобы решить этот вопрос. И я хочу сказать, что вот здесь напомнить, что ситуация осложнялась еще тем, что у нас действительно было очень мало времени, да, вот 4 недели, чтобы пациент смог получить очередное введение препарата. Было организовано такое обсуждение с глобальными коллегами, и мы обсуждали различные варианты, и даже рассматривали возможность предоставления препарата пациенту на дом. Но мы отказались от этой идеи, поскольку препарат был инъекционный, и уводить его на дому было небезопасно. Вот, поэтому было принято решение перевести пациента в один из российских центров, который также участвовал в этом исследовании. Предварительно связались с пациентами, было получено согласие пациента на то, что он хочет продолжить лечение вот в российском центре. Связались также с главным исследователем уже нашего российского центра, тоже заручились его поддержкой, что вот он готов принять данного пациента. Была подана нотификация Министерства здравоохранения в локальный этический комитет, был оформлен страховой полис на данного пациента, и пациент был приглашен в центр, была подписана текущая версия информационного листка пациента. Вот, и я здесь хочу сказать, отметить такую слаженную работу двух центров, исследователей из двух центров, российского и израильского. Вот, они находились в тесном контакте, вот, сразу между собой глобальные коллеги, их, ну, скажем, предоставили контакты, вот, и они уже общались между собой напрямую. Вот, и они очень быстро, скажем, решали вот вопросы технические, там, другие вопросы, которые возникали, вот, именно по переводу данного пациента. Вот, и параллельно клиническая команда, ну, я хочу сказать, что уже, поскольку пациент уже был приглашен на визит, уже им занимались наши исследователи, проводили процедуры по протоколу, процедуры обследования, уже он получил, значит, введение препарата, а параллельно наши глобальные коллеги, значит, они переводили, занимались переводом данных этого пациента в электронных системах компании Novartis, в электронном СРФ, там, в центральной лаборатории и так далее. Вот, и немного позже исследователи из израильского центра, значит, они прислали копии всей первичной документации, вот, за все визиты, которые, вот, были проведены пациенту, вот, в израильском центре, и прислали эти копии курьерской службой. Ну, хочу сказать, что это были, значит, на иврите и на английском языке, вот, на двух языках, и сейчас, вот, мы, ну, решается вопрос по переводу на русский язык. Вот, и я хочу сказать в заключение, что у нас все получилось, что это был такой интересный опыт работы, работы такой международной команды, команды двух центров, исследователей из двух центров, российского центра, израильского центра, локальной, глобальной команды Novartis, и пациент получил в срок очередное введение препарата. В настоящее время он продолжает лечение, получает уже 44-й цикл терапии, и эффект от лечения, вот этот замечательный эффект, он сохраняется. Вот, и я хочу здесь тоже поблагодарить, сказать огромное спасибо, вот, прежде всего, нашим исследователям, потому что, вот, они выполнили большую часть вот этой сложной работы по переводу пациента, они действовали эффективно, слаженно, вот, и таким образом обеспечили дальнейшее лечение пациента. Коллеги, это вот вкратце от меня все по данному случаю. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Алла Александровна, спасибо большое. Очень-очень такой внезапный кейс. Есть вопросы и у коллег в зале, и у меня один. Я сначала от себя коротенький задам. А в чем, если можно так сказать, решенал нотификации локального этического комитета? Вот в данном кейсе. Ну, во-первых, у нас был завершен тот момент, набор в исследовании был завершен, да, и получается, что у нас каким-то образом появляется еще один пациент. Да, мы нотифицировали, что у нас вот такой случай, будет переведен пациент, и мы тоже, вот здесь, что было тоже предложено с глобальной командой, да, что мы оставляли вот номер пациента, прежний его номер, который был вот закреплен за ним в Израиле, чтобы не было путаницы вот в базах данных, вот, чтобы ничего не переделывать, да, вот те же логи и так далее. Вот эта информация была вот предоставлена в локальный этический комитет. С учетом того, что набор в исследовании уже был закрыт, в общем-то, это выглядит совершенно логично. Да. У нас один вопрос в зале, прошу. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, коллеги Мария Зайцева, клинические-клинические исследования. У меня очень интересный кейс, спасибо. А как решался вопрос с информированным согласием? Потребовалось ли переподписать согласие к антриспецифичной версии на территории РФ, или это был перевод того, что было сделано в Израиле, вот как здесь было? Значит, пациент подписал в Центре вот текущую версию информированного согласия на русском языке. Она кантриспецифичная на русском языке, поскольку он владел русским языком, понимал его, он подписал текущую версию. Спасибо. То есть второй раз на русском языке? Вот именно, да, потому что это информированное согласие Центра, и там, вы же знаете, в информированном согласии прописываются контакты исследователей и локального этического комитета, и, конечно же, он подписал эту версию, да, на русском языке. Спасибо большое. Спасибо. И еще вопрос один из зала. Да, добрый день, дорогие коллеги. Екатерина Холодкова, Сина Жересёч Групп. Знаете, у меня такой тоже технологический вопрос. Вот ИРК может подписать только главный исследователь. Кто подписывал ИРК? Или, там, передавали, потому что мы понимаем, что в ИРК кроме визитов есть логи, и их кто-то должен подписать. Это сквозные, как бы, вот, документы, да, которые начали с Израиля, а закончились в России. Вот как вот это было сделано, если вы можете ответить на вопрос. Очень интересно. Спасибо. Да, коллеги, ну, за те визиты, которые... Вы имеете в виду электронный СРФ, да, визиты в электронном СРФ, да? Да, да, визиты, особенно сквозные формы, которые заполняются в течение всего исследования, это, там, сопутствующая терапия, ну, вот, нежелательные явления, это сквозные формы, которые начали заполнять в Израиле и закончили, по идее, в России. Вот. Кто и как? Потому что все системы поддерживают только одного главного исследователя. Не может быть в системе двух главных исследователей. Конечно. Коллеги, так, а я же говорю, что данные потом были перенесены из-за вот те визиты, которые пациенту проводились в Израиле, там, конечно, подписывал главный исследователь в Израиле. Потом глобальные коллеги перенастроили и, значит, получили доступ уже наш главный исследователь, нашего центра к этим данным. И они уже дальше вели, дальше подписывал наш главный исследователь. Понятно. То есть все, что сейчас ведется, уже в руках российского главного? Да, да, безусловно, да. Спасибо. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги, за вопросы, за ответы. Ну, у нас кончились кейсы, и, в общем-то, пришло нам время послушать представителей страховых компаний. Инго Страх, Илья Андреевич Кочаров нам расскажет про, скажем так, вид, взгляд на страхование иностранных граждан как субъектов со стороны сострахователя. Прошу вас. Спасибо, Сергей Маркович. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за такую возможность принять участие в столь современном событии, как в медицинском сообществе, так и гражданском. Выразить благодарность организации, организаторам, Артема Николаевича Полторацкого, Маврия Штёна, Анатолия Станиславовна, всем технической команде, ну, конечно, спикером, модератором, потому что очень интересные темы поднимаются, действительно насущные. Поскольку мы без тайминга уже так выделаемся, я перейду сразу к своему докладу. Тема моего выступления о страховании иностранных граждан как субъектах клинических исследований. Ну, я сразу скажу, что с точки зрения страхования средних пациентов здесь достаточно всё понятно, поэтому начнём с законодательства. Это выдержки из 61-го ФЗ, здесь два основных момента. Организация, проводящая клиническое исследование, обязана в качестве страхователя страховать риск причинения вреда жизни и здоровья пациентов, участников. И второе, то, что в случае причинения вреда жизни пациента, застрахованного уже, бюджет приобретателями по договору являются граждане, имеющие права на возмещение. В случае смерти гормельца, ну, или, соответственно, пациент, если это не смерть. То есть законодательство не делает каких-то исключений, каких-то ограничений на страхование иностранных граждан. Пациент, включённый в клинические исследования, подписавший информированное согласие, информационный листок пациента, он автоматически является застрахованным. В связи с этим немного статистики. Ну, уже коллеги приводили статистику о включённом пациентам из зарубежных стран, иностранных гражданам. Такая небольшая статистика касательно страховых случаев. Ну, на тысячу обращений порядка 1% иностранных граждан. Соотношение, ну, где-то так же в основном, да, это страны СНГ, это Белоруссия, Украина, возможно, Восточная Европа. С обращениями граждан Европы, Западной, других стран, других континентов, мы не сталкивались, потому что их, в принципе, минимум участвуют в клинических исследованиях. Поэтому, да, как правило, все это русскоговорящие. И скажу о нюансах, которые есть. В целом, всё стандартно. Как для граждан Российской Федерации, так и для граждан иностранных государств. Но есть два основных момента. В первую очередь, это касается установления инвалидности. В связи с различиями в критериях установления группы инвалидности, поскольку в Российской Федерации нет международных договоров по взаимному признанию граждан инвалидами, то есть вот эти как раз критерии различаются. Группа может быть в одной стороне третья группа, а в России это будет вторая группа. Ну, я думаю, как медицинское сообщество известно, ничего нового тут не рассказал. Поэтому инвалидность должна быть установлена на территории Российской Федерации согласно 181 ФКЗ и по правилам признания лица инвалидами. То есть инвалидность, установленная в другом государстве, она не может рассматриваться в качестве страхового случая в рамках нашего полиса. Это раз. Ну, в принципе, это всё возможно и всё реализуемо. И следующее, то, что документы должны быть на русском языке, в том числе медицинские документы. Если мы говорим о смерти пациентов, это заключение от причинных смерти или протоколы вскрытия, если они сделаны в других странах, то они должны быть переведены на территориальные заветные. Но если такие обращения нам поступают, мы всегда сможем уже заявить, объяснить, как и что сделать. То есть здесь больших преград нет, но, возможно, пациент какие-то потребуют. Ой, не пациенту, а заявителю, выгодоприобретателю. Ну, или пациенту потребуются какие-то расходы на перевод. Ну, в целом, это основные нюансы. Больше каких-либо в части страхования преград нету, и то они вполне преодолимы. Застрахованы все. Ограничений по выплатам тоже нет. У меня еще на этой подготовке к поступлению задавали вопрос. Мы обсуждали с Атимом Николаевичем касательно возможности выплаты на счета иностранных граждан. Ну, если они не заблокированы органами государства, государственными властями, экономическими нашими регуляторными органами, не попадают в списки какие-то санкционные, террористические, ну, это уже больше на утопию похоже, но это так и есть, то никаких проблем с выплатами здесь не будет. Вот, ну, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Я с радостью отвечу на вопрос. Илья Андреевич, спасибо большое. Очень понятно, четко, ясно. У меня один вопрос. Я правильно понял, что фактически единственное различие между гражданами РФ и негражданами РФ это только установление инвалидности. Во всем остальном разницы нет в подходе. Да, все правильно. И второй, а тут же маленький вопрос. По инвалидности это, вот, перекликаясь с первым докладом Дмитрия Анатольевича, это касается и граждан Евразес, у них тоже все равно будут различия по инвалидности. Да, потому что у нас нету единых стандартов, насколько я знаю. Именно в этой части, да, у нас много всего общего, в том числе и границ, можно сказать, но все равно критерии могут различаться. Потому что я знаю, например, бывшие республики советского пространства, возьмем Таджикистан. У меня был случай, это правда не связано с клиническими исследованиями, но тоже там со здоровьем. И там свои критерии. Они могут быть очень похожи, но они не идентичны. Поэтому мы можем принять ток именно российские справки об инвалидности, установленные российским институтом. А можно вопрос еще? Да, и вопрос еще. Подскажите, пожалуйста, а были ли случаи, когда мы подтверждали на территории России инвалидность, установленную в другом государстве? В раковании, именно в рамках страховых случаях, такого не было. Это связано с очень малым количеством обращений к иностранным гражданам. Но вы говорите, что это возможно? Ну, конечно, возможно. Наше законодательство, оно предусматривает. То есть, есть правила признания гражданина инвалидом, есть правила признания иностранных граждан инвалидами на территории Российской Федерации. В законодательстве это все прописано. То есть, да, это все возможно, конечно. Спасибо. Можно вопрос, Попух Владимир Васильевич? Вот у вас данные, статистику вы представили по обращениям. Я прошу прощения, вас очень плохо слышно. Алло, Попух Владимир Васильевич, вот вопрос такой у меня. Вы данные дали по обращениям, количество обращений из СНГ, в том числе, к вам за выплатами. А у вас есть данные по тому, ну, сколько вы реально выплатили, какому проценту или количеству, и сколько было у вас отказов по выплатам? В частности, по СНГ. Эти данные, которые я предоставил, эти данные, они для понимания процента обращения граждан иностранных государств. То есть, там, где-то на уровне одного процента держится. В части выплат страховых случаев, ну, у меня нет возможности разглашать такую информацию, она, так сказать, потенциальной нашей внутренней. Ну, я думаю, если что-то интересное, мы можем как-то отдельно переговорить. Если возможно, следите. Мне кажется, это самый главный вопрос. Владимир, спасибо за вопрос, но мы должны двигаться дальше. У нас очень жесткий регламент. Как бы мы ни хотели, в рамках одного обсуждения за полтора часа мы не сможем ответить на вопрос, как же все-таки включать иностранцев, клинические исследования, разработать какой-то конкретный алгоритм. Задача нашей вот этой сессии заключается в том, чтобы мы задумались и поверили, что это возможно, чтобы создали очаг кристаллизации для этого важного процесса. Потому что за всеми теоретическими раскладами я бы хотел, чтобы вы понимали там жизни людей. В онкологии это очень важно. Да, вот там вакцина от ковида важна, да, это проблема. А вот лечение опухоли, которое ты не можешь получить в своей стране, а здесь у нас проводится клиническое исследование. А мы не можем найти субъектов исследования, потому что мы конкурируем не с другими исследованиями, а с какими-то пресс-пакетами. Вот это актуальная история. Думаю, что потраченные полтора часа – это очень полезно. У нас остался еще один доклад. Это доклад, наверное, будет завершающий. Ольга, пожалуйста, Ольга Тимофеева. Поддержу, да, Артема Николаевича, сказав, что действительно мы работаем сейчас в Астрозенеке тоже над алгоритмом включения иностранных пациентов. Не хотим ограничивать, безусловно, географический круг включения пациентов в исследование, но не можем не обсуждать и не отмечать те риски, которые связаны также с включением этих пациентов. Помимо того, что было уже сказано, и отсутствие четкой позиции регулятора, и страховые какие-то аспекты, которые тоже вызывают пока сомнения. Да, есть еще моменты, которые мы выделяем в качестве основного, скажем так, риска. И это сбор данных по пациентам, которые проживают на территории других государств при возникновении случаев серьезных нежелательных явлений или нежелательных явлений, в частности, требующих госпитализации, иммуно-посредованных каких-то явлений и так далее. Все случаи, которые были озвучены коллегами, это такие, скажем, интересные, но пограничные случаи, где может быть двойная регистрация, двойное гражданство. Мы тоже их рассматриваем. Но всегда пытаемся оценить риск не только для конкретного пациента, конкретного центра, но и для всего исследования в целом. Потому что мы работаем над научными программами. И данные, которые мы получаем, они напрямую зависят на то, каким образом будем выводить препарат. Поэтому, взвешивая риски, чаще всего мы принимаем решение не включать иностранных пациентов, особенно связанных, особенно в онкологии. У нас есть случаи, когда мы включали пациентов в других государств. Это в основном Таджикистан и Казахстан, но это были такие скоротечные исследования, в основном они не были онкологическими. Что касается онкологических исследований, здесь пока мы склоняемся к тому, что нет. И у нас не так давно были случаи, когда мы обсуждали с исследователями включение украинских пациентов и белорусских, и из Казахстана в том числе. Но на текущий момент мы оцениваем риски для качества данных, для частоты данных более высокими, нежели возможность для пациента найти другие альтернативные лечения. Но, тем не менее, мы продолжаем работать в этом направлении, надеемся на то, что и регулятор тоже будет работать в этом направлении. И с учетом развития телемедицины, наверное, мы видим, что где-то может быть в ближайшей обозримой перспективе это будет, наверное, более осуществимо, чем сейчас. Вот как-то так. Да, Ольга, спасибо большое. В общем-то, регулятор пока нам ничего не запрещает. Не запрещает. На самом-то деле-то, в общем-то, регулятор... Но и не дает четких рекомендаций. Регулятор молчит. Но он будет над этим работать. Но, скажем так, я не могу сказать, что мы ждем от регулятора разрешить нам делать что-то, что нам делать сейчас нельзя. Мы ждем поддержки, я бы так сказать. Поддержки мы всегда ждем. Это факт. Но не находите ли вы, что разрешая пациентам участвовать в некоторых... Иностранным пациентам участвовать в некоторых других клинических исследованиях по другим нозологиям, а в онкологии нет, вы осуществляете некоторую дискриминацию онкологических клинических исследований? Поясню, с чем это связано. Если пациент проживает в течение месяца на территории Российской Федерации и исследование скоротечное, то здесь гораздо меньше риск, чем долгосрочное лечение пациента, уезды в страну, проживание и так далее. То есть мы взвешиваем риски, безусловно. То есть мы не ограничиваем себя от включения пациентов, да, географически, но мы взвешиваем риски. Понятно, понятно. Спасибо большое. Коллеги, полтора часа пролетели просто незаметно. Да, Сергей Маркович, да, коллеги, это действительно так. Артем Николаевич, подытожите. Ну, у нас большое количество вопросов от наших зрителей, мы их не сможем озвучить, но суть остается следующая, что это актуальная тема, к ней надо возвращаться, и хорошо, что здесь представители крупных фармкомпаний. Да, наверное, это, в общем-то, важно, чтобы вы это поддерживали, потому что исследователи очень этого хотят, к нам постоянно обращаются, и вот Шейла Азизнан рассказала, что эти обращения к ней приходят, и очень сложно пациентам отвечать, что, знаете, ну вот нет. Да, потому что, когда за всеми документами, за всеми бумагами прячется этот ответ, очень, ну, как-то сложно донести самому пациенту, почему все-таки судьба его решается таким образом. У нас есть еще только единственное, я вот хотел сказать, среди участников конференции, ребята, можно вывести всех, кто в зуме? Потому что у нас большое количество и спикеров, и тех зрителей, которые присутствовали, их, да, сейчас вот всех выводят, потому что мы создали такой некий новый формат для нас же, да, мы изголодались по общению, по встречам, но в этот раз не получилось провести очно, но мы собрали очень-очень много зрителей. Сейчас вот всех выведут, да, вот, это, по-моему, и то не все поместились. Вот, я всех хочу поблагодарить, и вот от пациентской организации пришло сообщение, что, например, Оль, да, вы там, если подтвердите, кивнете, что можно создать горячую линию для того, чтобы понять актуальность обращения иностранных граждан с просьбой принять участие в клиническом исследовании. Вот, вот, Международный союз пациентов может разработать этот проект, он нас ознакомит, может быть, на вебинаре очередном, посвященном клиническим исследованиям. И мы начнем это всем популяризировать, потому что, наверное, тот же самый регулятор, чтобы вас поддержал, надо ему сказать, что, знаете, в месяц обращается, например, 500 пациентов. Вот, это, вот это важная история. И второе замечание, или даже не то же замечание, а то, что я понял в процессе этой сессии, что здорово, что мы живем в России, здорово, что сюда стремятся пациенты из соседних стран для того, чтобы принять участие в клинических исследованиях. Мы всегда привыкли, что у нас исследований вроде как мало, а оказывается, что сюда стремятся из соседних стран. Это хороший такой тренд. Да и из Израиля даже, хотя, в общем-то, удивительно. Да, но здорово. Поэтому мы переходим потихонечку в перерыв, небольшой, трехминутный, да, завершая эту сессию. И следующее у нас будет очень интересное обсуждение возможностей, новых возможностей работы исследовательских центров в рамках каких-то объединений, да, там, стратегических, теоретических, юридических. Пожалуйста, обязательно посмотрите, потому что там будет интересно. Все оставайтесь. У нас пока 3-4 минуты технических перерывов. Спасибо. Так, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу работу. Ну, что у нас очередная сессия, это вторая сессия, она посвящена перспективам объединения исследовательских центров на благо наших пациентов, чтобы им было лучше, удобнее и быстрее включаться в клинические исследования, чтобы этих исследований было больше в Российской Федерации, чтобы они были более качественные. Здесь у нас собрались самые такие проактивные умы. Да, я из-за того, что у нас достаточно лимитированное количество времени, всего 40 минут на эту сессию, мы сразу переходим к обсуждению злободневной темы. Может ли объединение исследовательских центров помочь в тех задачах, которые я только что перечислил? Владимир Владимирович. Да, большое спасибо, во-первых, организаторам за приглашение в очередной раз, в очередной год принять участие в онко-форуме «Белые ночи». И действительно хотелось бы поднять достаточно, на мой взгляд, не только мой, но и на наш взгляд, злободневный вопрос. Это объединение исследовательских центров. И мы с Ириной Вячеславовной взяли на себя смелость подвести некую теоретическую базу под этот вопрос и обозначить те предпосылки, которые мы видим для этой истории. Теория, в общем, собственно говоря, сводится к следующему. Как нам всем известно, есть в процессе организации проведения клинического исследования, любого исследования, есть три стороны. Заказчик, как правило, фармкомпания, организатор, ну, как мы понимаем, это контрактная организация, и есть центр. И есть, ну, в настоящее время есть ассоциации, которые представляют интересы фармацевтических компаний, есть ассоциации, которые представляют интересы контрактных организаций, ну, не только контрактных, но в том числе, вот, соответственно, IPM, АОКИ. Но нет никакой структуры в настоящее время, которая бы представляла интересы центров. Мы скромно назвали это ассоциацией центров клинических исследований, но понятно, что это проектное название, тем не менее. И мы видим на сейчас, что основная цель подобной структуры, основная цель вообще этой истории, это создание структуры, которая гармонизировала бы подходы к различных клиник, организации, проведению клинических исследований и этической экспертизы. Поскольку эти вещи неразрывно связаны, хотя это, в общем-то, параллельные процессы, то, естественно, эти два момента мы предполагаем, что будут закрываться подобной ассоциацией. И здесь также необходимо ответить, что, как мы видим, это должно быть такой, знаете, история, направленная в две стороны. С одной стороны, это внутреннее направление работы подобной ассоциации. Это когда объединяются центры и применяют друг у друга наработанные лучшие практики, и в дальнейшем делятся этими практиками, организацию проведения клинических исследований с другими клиническими центрами в рамках страны. Такое внутреннее направление. Но есть ещё и, на самом деле, внешнее направление, когда различного рода заказчики клинических исследований небольшого размера, среднего размера, маленького размера, контрактные организации, фармацевтические компании, смотрят в сторону российского рынка и думают, а идти сюда или нет. И это, на самом деле, очень большой вопрос. И Артём Николаевич, на самом деле, мы с вами его обсуждали ещё в рамках ЛСА в 2018 году, насколько я помню. Но ВОСТО был и ныне там и находится. И такая, на самом деле, потребность есть. И вот даже я в рамках работы своей в качестве директора департамента в университете уже даже сталкивался с этим, когда потенциальный заказчик спрашивает, а есть ли в Российской Федерации что-то типа объединения центров различных. Из всей этой теоретической вещи она подкрепляется определёнными предпосылками. А предпосылки у нас, на самом деле, следующие. Но это их можно выделить много, я постарался выделить основные. Общность требований регулятора к организации клинических исследований в центре на национальном уровне, на наднациональном уровне. Понятно, что там много вопросов, о чём Дмитрий Анатольевич Рождественский сегодня тоже озвучивал. Там есть над чем работать, но, тем не менее, некое регуляторное поле, более-менее единое, у нас существует. Мы как центр видим это, в общем-то, достаточно хорошо. Усложнение дизайна клинических исследований. Никто, естественно, я думаю, из аудитории не будет спорить, что за последние годы дизайн исследований, он, в общем-то, так же, как увеличение требований заказчиков к центрам. Эти две вещи, дизайн и требования, они, в общем-то, усиливаются, углубляются, расширяются и усложняются. И на это, в общем-то, мы тоже вынуждены реагировать. Без этого, в общем-то, мы теряем наши конкурентные преимущества, как центров, где проходят клинические исследования. Также необходимо отметить, что в последние годы появляются различные программы, нацелены на развитие R&D-потенциала у отрасли. Началось это всё с Фарма-2020. Может быть, она не касалась, например, клинических исследований, но, тем не менее, она тоже оказала влияние. Сейчас у нас на подходе Фарма-2030, где, насколько я помню, должен быть вообще модуль про клинические исследования. Есть другого рода различные программы, в которых, ну, например, университет принимает участие. Не буду сейчас их озвучивать, потому что они пока в процессе разработки. Но, в общем-то, эти вещи есть, эти вещи исходят как из Минздрава, как они исходят из Минобра, Минпромторга. В общем, эти программы существуют, они, в общем-то, тоже требуют достаточно большой гармонизации подходов. Какими можно выделить задачи у подобного объединения центров? Это формирование общих подходов и взглядов к основным этапам организации клинических исследований. Мы сейчас ведём речь именно о организации клинических исследований, не о самом исследовании как таковом, а о том, как организован процесс в центре. Это гармонизация существующих процессов и документов клинических исследований. Потому что не секрет, что СОПы на клинические исследования, СОПы локальных этических комитетов при общей общности, казалось бы, они, в общем-то, отличаются, и даже списки этих документов могут отличаться от центра к центру. Гармонизация требований к предоставляемым документам. Не секрет, что различные клиники, различные центры, академические структуры предъявляют иногда зачастую достаточно локальные требования, что должно быть в тех файлах, которые заказчик предоставляет на рассмотрение и на согласование одобрения. Всё это должно привести к повышению качества организации клинических исследований, локальные этические комитеты, гармонизация их работы, гармонизация подходов к литической экспертизе. Тут недавно, насколько мне известен, вышел мануал руководства по деятельности локальных этических комитетов за авторством Белоусова и большого количества людей. Вот такой достаточно объёмный документ. В принципе, это тоже укладывается в эту канву. И, как следствие, это всё, в общем-то, должно привести к увеличению привлекательности Российской Федерации для заказчиков и организаторов клинических исследований. Привлекательность как внутренняя, когда заказчик не будет сомневаться, в общем, проводить ему это исследование или нет, в каких центрах это проводить. Будет некий, как сказать, стандарт качества, по большому счёту. И, естественно, международная привлекательность, когда заказчик, находящийся вне территории Российской Федерации, имеющий смутное представление о том, что такое Российская Федерация, в общем-то, при работе с подобной структурой будет, в общем, понимать, что нет, система есть, система отстроена, система работает. Вот. Это вот те задачи, которые мы видим, и то, как это было реализовано на сейчас. Весной 2021 года был подписан трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между неонкологией Петрова, Сеченовским университетом и Третьим Медом. Я такие простые, общепринятые названия скажу. Вот. И, естественно, в данном случае мы, наверное, попытались учесть предыдущий опыт, различный опыт, на самом деле, того, как могла бы быть построена ассоциация. И пока что мы решили воздержаться от формирования некого отдельного юрлица под это дело, и сходить из, как сказать, сделать не морфологическое объединение, а функциональное объединение. Такую немножко медицинскую терминологию внедрю. На сейчас уже, да, документ подписан, подписан руководителями наших структур, то есть это даже не на нашем уровне с Ириной Вячеславной или с Артемом Николаевичем, это, в общем-то, на уровне администрации наших учреждений. Все это согласовано, подписано. Начинают потихоньку вырабатываться подходы, взгляды. Мы начали гармонизировать определенные вещи, определенные направления деятельности. Но об этом я, наверное, уже не хотел бы говорить. Передам слово моим коллегам Наталье Решетовой и Марии Зайсовой, которые уже непосредственно озвучат, что же конкретно было сделано в рамках этого меморандума. И, коллеги, все, кто принимает участие сейчас, находятся в онлайне, кто находится не в онлайне, а будет смотреть запись, я призываю все центры присоединяться к нашему меморандуму о сотрудничестве. Это не наша локальная история на наши три учреждения. Я надеюсь, что из этого вырастет большой проект на, ну, если не все, всех, наверное, все-таки вряд ли, но, по крайней мере, на большую часть центров в Российской Федерации. Вот я, наверное, на такой возвышенной ноте закончу свою речь. Коллеги. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, у вас действительно возвышенные ноты, и все очень практично, понятно, четко. Только меморандум — это, скажем так, договор о намерениях. Да, это то, что мы видим в этом актуальность, и то, что приглашаем в сотрудничество. У нас в какой-то момент, наверное, ребята выведут всех, присоединившихся через Zoom, потому что там есть еще участники со стороны других организаций, которые тоже подписали аналогичные между собой и, ну, в общем, какие-то документы. И в целом определенная концентрация есть. Но мы двигаемся дальше. Наталья Снаслановна, расскажите нам практически аспект объединения. Уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемые зрители, здравствуйте. Спасибо большое, Артем Николаевич, Владимир. Работу мы действительно начали в рамках заключенного меморандума. И сейчас, к настоящему времени... Так, презентацию, пожалуйста, вы видите. Да. Следующий слайд. Сейчас уже на сайтах, на медицинкологии имени Петрова и сайте Сеченовского университета размещены унифицированные требования к договорам на клинические исследования. Эти пункты должны быть отражены в договорах, заключаемых с партнерами, с нашими, и чтобы он был согласован в оптимальные сроки. Также нами начата работа по унификации процедур локальных этических комитетов и СОПов, рекламентирующих работу в клинических исследованиях. Мы поняли, как мы живем, в рамках каких процедур мы существуем в клинических исследованиях, определили наиболее перспективные с точки зрения унификации документы, и сейчас работаем над этим. Но, тем не менее, много еще предстоит из тех предпосылок и задач, которые озвучил Владимир ранее. Хотелось бы нам создать унифицированные подходы к подготовке бюджетов клинических исследований, что позволит сделать процесс создания бюджета более прозрачным и понятным. И сегодня на нашем круглом столе мы поговорим о тех инструментах, которые позволяют сделать это и оптимизировать бюджет клинических исследований. Кроме того, созданная в перспективе информационно-методическая база будет содержать шаблоны документов, необходимых для работы в клинических исследованиях, модальные СОПы, рекомендации и инструкции. И, возможно, в перспективе станет какой-то единой платформой для клинических исследований, которая объединит и центры, участвующие в клинических исследованиях, и партнеры, спонсоров, и наших пациентов, и сделает доступным для них участие в клинических исследованиях. Еще один момент – это же, конечно, развитие профессиональных исследовательских команд на базе исследовательских центров. Безусловно, это очень важная часть для того, чтобы клиническое исследование, как трудоемкий, многотрудный процесс, проходили успешно. И поэтому крайне важно развивать систему подготовки исследовательских кадров и, возможно, в перспективе выйти даже на какой-то образовательный стандарт в области профессиональной подготовки специалистов клинических исследований. Наши коллеги также чуть позже на нашем круглом столе расскажут, какие есть уже успешные образовательные проекты в области клинических исследований. И, конечно же, одна из самых главных задач, которая перед нами стоит в клинических исследованиях – это обеспечение их высокого качества. Как разработать систему менеджмента качества, расскажет эксперт Мария Анатольевна Зайцева, и я с удовольствием передаю ей слово. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность принять участие в этом мероприятии. Что бы хотела подчеркнуть? Если 15 лет назад мы говорили о том, что система менеджмента качества – это отдел контрактных следских организаций, отдел организации СМО, то теперь все уже не так. И благодаря внедрению новой редакции ОСЕЧ-6Р2 исследовательский центр обязательно должен иметь собственную систему качества. И, конечно, возникает вопрос – куда бежать, что делать, с чего начинать? Предлагаем шесть уровней построения системы качества. Один из вариантов, который мог бы быть использован при объединении следских центров – это общие гармонизированные подходы. Первый уровень – организационная структура, система персональных файлов. Обязательным элементом является программа стандартных операционных процедур. Система обучения персонала, как сказали коллеги, тоже является обязательным элементом построения системы качества. Вопросы управления оборудованием. Очень важный аспект. Не один аудит клинического центра сегодня не обходится без проблем. Вопросы управления, связанных с управлением оборудованием, слово поверка, валидация, аттестация. Я думаю, всем знакомые, наверное, вызывают у кого-то трепет, у кого-то, например, должное уважение. Система построения внутреннего контроля, система внутренних аудитов и, безусловно, система архивирования. То, что позволит нам выполнить требования качества и уравнение, которое здесь написано, quality assurance, quality control, в конечном итоге приводит к построению системы менеджмента качества. И когда мы говорим об СОПах, стандартных операционных процедурах, с чего следует начинать, возникает вопрос, а сколько нужно СОПов, какие они должны быть, есть ли какое-то деление на них должно быть 12-30 категорий, у кого больше СОПов в испытательном центре, у того лучше. Что можно здесь предпринять? Два подхода. Выделим СОПы, подвели отнесенные к административной части, выделим СОПы, отнесенные к процессной части. Любой исследовательский центр, любая лаборатория, любая организация имеет административные СОПы. Это СОПы о том, как писать СОПы, СОП о том, как обучать персонал, СОП о том, как обращаться с препаратом, СОП о том, как оборганизовать процессы IT, как обращаться с локальным этическим комитетом, какие есть требования к хранению реактивов в лаборатории, как управлять рисками, как заключать контракт. Это то, что может быть перенесено, транспарировано из одного клинического центра в другой, гармонизировано и применено. Что касается процессной части, то есть уже специфические вещи, связанные с конкретным клиническим центром. Как организованно клиническое исследование именно в этом центре? Кто задействованный? Какой персонал? Сколько людей? Как организована процедура согласия, требования по процедуре подписания информированного согласия, инструментальные процедуры, как оцениваются нежелательные явления, как происходит коммуникация со спонсором, коммуникация с мониторами, есть ли какие-то требования по удаленному мониторингу, по организации этого визита, по хранению биологических образцов и иже с ними. То есть процедурная часть, административная часть и процессная часть. Вот такой вариант подхода для организации стандартных операционных процедур может быть применен изначально. Можно создать дорожную карту, определить перечень процедур и именно общие характеристики, общие требования внедрить для всех испытательных центров. Ну а какие-то, может быть, варианты типовых процедур с последующей адаптацией можно уже использовать для каждого конкретного клинического центра. Ну и, коллеги, безусловно, не стоит забывать о том, как работают сами СОПы. Если приезжая на аудит в исследовательский центр, мы видим 500 СОПов, которые разработали исследователи, они говорят, смотрите, какая у нас замечательная система СОП. Коллеги, к сожалению, часто разработанные СОПы не работают, потому что жизненный цикл стандартной операционной процедуры включает 6 элементов. Это и разработка, и утверждение, и распространение, и обучение, и пересмотр, и архивация. Но для того, чтобы эта система работала, необходимо определить жизненный цикл. Вот вариант жизненного цикла на слайде, как мы утверждаем, как рассматриваем, как разрабатываем процедуры. Если следовать этому циклу, и если подобный жизненный цикл внедрять в каждой стандартной операционной процедуре, тогда станет понятно, куда идти, с чем связываться, к чему это все приведет, и каким образом обращаться со стандартной операционной процедурой. В целом я очень поддерживаю систему объединения исследовательских центров, систему внедрения единых подходов к организации менеджмента качества, потому что в конечном итоге единое, единобразие подходов может привести к чему? К уменьшению запросов на изменение данных, так называемые, к вере, к уменьшению отклонений в ходе исследования, что в перспективе позволит оптимизировать временные затраты, финансовые затраты вполне возможно. Ну, а если мы дальше будем проводить анализ результатов деятельности, результатов внедрения системы качества, даже на примере стандартных операционных процедур, результаты этого анализа могут являться основой для разработки, адаптации нормативных документах в области клинических исследований на территории Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Да, да, вот хочется похлопать. У нас даже техническая служба готова хлопать, когда выступаете. Спасибо. А можно комментарии к этому выступлению? Оля, да, вот это как раз Ольга Александровна, которая говорила из зала, и, наконец, мы ее посадили за стол. Посмотрите, пожалуйста, зритель. Мария, большое спасибо. Потрясающая речь. И профессиональная с точки зрения QA. Единственное, что я хотела сказать, что действительно иметь такую систему качества могут себе позволить только большие центры с определенным ресурсом, с моей точки зрения. Если этот центр небольшой, то это достаточно серьезная нагрузка, потому что поддерживать правильный цикл, вот как Мария объяснила, действительно совершенно верно, жизненный цикл SOP, системы качества очень сложно. По системе ISO или ISO, по-разному говорят, действительно необходимо все это делать, но я хотела бы подчеркнуть, что система ISO и ISO не обязательно, к счастью, в нашем бизнесе клинических исследований и не является нормативным требованием для проведения клинического исследования. Я хотела сделать такую ремарку, чтобы центры, которые не планируют это введение и не имеют такой большой ресурс, как центр Артема Николаевича или центр Владимира Адрианова, не распереживались. Собственно говоря, я это хотела подчеркнуть. Мария, спасибо, совершенно потрясающая речь. Спасибо, Ольга, большое. Хотела прокомментировать, что даже если нет ресурсов сейчас, по крайней мере, видна перспектива, есть видно, куда двигаться. Поэтому можно начать с малого, начните с небольшого, и в конечном итоге мы достигнем того, чего необходимо. Мы подняли очень такую интересную тему, это действительно рациональное использование ресурсов, время это действительно тот ресурс, который считается невосполнимым. Изначально идея объединения, то, что Владимир Владимирович подтвердит, это было в том, что мы посчитали, сколько нужно времени на разработку всех тех же самых СОПов для одного исследовательского центра. Я уж не помню цифры, но они какие-то колоссальные. И если посчитать это время, суммировать на количество исследовательских центров, мы, в общем-то, как-то столетие будем писать эти инструкции, и они будут устаревать, и мы даже не успевать будем их обновлять. Поэтому, в общем-то, основная история, это действительно как-то объединиться и рационально использовать ресурсы, обмениваться опытом, чтобы больше успевать за одну единицу времени. Помимо того, что успевать за одну единицу времени, ещё к ресурсам можно отнести деньги. И в клинических исследованиях это действительно какая-то такая история, которая, в общем-то, не очень принято обсуждать, но, тем не менее, это важная составляющая, потому что бюджеты клинических исследований, если их построить по принципу какого-то типового дизайна, это даст определённую перспективу. У нас с компанией Synergy есть опыт взаимодействия как раз в аспекте разработки такого алгоритма. Екатерина Николаевна, сможете несколько слов нам рассказать про это? Да, дорогие коллеги, добрый день. Спасибо большое за приглашение на этот форум. Я постараюсь очень кратко. На самом деле, вот то, что Мария сейчас говорила о СОПах, без СОПов-то, на самом деле, никуда. Просто понятно, что в зрелых системах управления качеством эти СОПы могут быть детализированы, их может быть много, но всё равно, когда центр работает, он всё равно каким-то СОПам, естественно, следует. То есть есть устоявшиеся процессы и так далее. Я хочу сказать, что любой клинический... И вообще, я как выходец из СРО, для меня клиническое исследование – это проект. То есть вот в центрах, может быть, это не так часто звучит слово «проект», тем не менее, это проект. Это размеренная по времени деятельность людей. Там есть начало, середина, конец этого процесса. Есть команда проектная, которая состоит из многих людей разных профессий, которые выполняют разные совершенно задачи в этом проекте. Поэтому если смотреть на клиническое исследование, как на проект в центре, то можно явно совершенно выявить структуру, и структура как раз будет накладываться на те СОПы, о которых говорила Мария. То есть получается, что у нас каждая деятельность, каждая задача, она имеет своё место в этой структуре. И, в общем-то, если посмотреть, структура клинического исследования достаточно стабильная. А если говорят об онкологических исследованиях, это сложный проект, но он, тем не менее, имеет более-менее стабильную структуру в любом центре и в любом протоколе. Понятно, что могут быть разные сценарии, но всё равно. Поэтому, когда мы говорим об этой структуре, и говоря о том, что каждому центру сложно разработать свои какие-то СОПы, как-то детально описать, может быть, как раз в плане гармонизации. То есть, собственно, что мы сделали с ней, Петровой? Мы взяли проект клинического исследования в центре, мы его структурировали по задачам, и мы описали на каждую последовательность, выстроили, что зачем идиот, и определили трудозатраты на каждую задачу с точки зрения работы людей, членов проектной команды. И когда мы это сделали, мы поняли, что мы можем этот проект потом оценить в деньгах, потому что любая деятельность человеческая, она может быть оценена в деньгах. Это, на самом деле, очень простая, прозрачная история, которая также позволяет. У нас в этом году был запрос от одного спонсора, они сказали, не могли бы вы нам, поскольку мы этой методикой владеем, мы сделали это для СИАРО, и можем сделать для СИАРО, и мы сделали для клинического центра, они говорят, можете опросить какое-то количество центров, нам нужно обоснование стоимости работы центра. Это не просто грант, вот столько, а вот из чего он состоит, потому что мы хотим, как на Западе это обосновано, мы хотим тоже, чтобы у нас были вот эти гранты, понятные, из чего они состоят. И, в общем-то, идея очень простая, то есть запрос такой от спонсора тоже есть, то есть к этой структуризации все равно придется прийти, потому что рано или поздно мы же движемся вместе со всем человечеством, каким-то красивым стандартом. Поэтому идея очень простая в этом смысле. Если сделать объединение центров, если сделать такую структуру проекта, если понимать, из чего состоит проект, и каждый центр может оценить в каждую задачу своих трудозатратах, то получается такая сквозная, гармонизированная структура, которая потом позволяет точно так же из вот этих трудозатрат получать бюджет клинического исследования. То есть, представляете, такая вот платформа существует, на самом деле, это, ну, там, бета-версия, я не знаю, как это можно назвать, это облачное решение программное, которое позволяет считать бюджет клинического исследования на основании вот этих сценариев, которые туда заложены, да, и достаточно точно и быстро это все считается. Вот, то есть какая красота, да, есть вот такая платформа, спонсор хочет получить информацию о стоимости исследования, обращается в объединение центров, да, и объединение центров красиво все раскладывает по полкам, и получается красивый бюджет. Вот, к тому же, когда люди начинают описывать свою вот эту работу, да, выясняется, что где-то там что-то недоучли, да, а где-то наоборот заложили много часов. То есть вот эта вот работа над планом проекта и бюджетом, она очень полезная, и как раз она может быть разделена, распределена между многими центрами, и тогда каждый центр не будет тратить огромное свои ресурсы, огромное количество времени на то, чтобы для себя вот это построить. Вот, может быть, имеет смысл для объединения центров как раз выделить какую-то группу рабочую, да, которая бы смогла это все структурировать, а дальше для каждого центра настроить вот эту вот систему планирования, бюджетирования проекта. Вот основная такая идея, связанная с бюджетированием, планированием. Да, спасибо, господин Николаевна. То есть резюмируя фактически какой-то протокол клинического исследования можно будет через одно окно обсчитать для проведения в ряде исследовательских центров с великой долей того, что больше никаких изменений не потребуется. Да, ну вот у нас на проводе, хочется сказать, я даже не знаю, как это, да, на связи, Юлия Незамединова, потому что мы попросили специально выступить. Это очень интересная инициатива создания школы координаторов. Это опыт, который надо взять за основу, потому что уж не главный исследователь основной, наверное, да, как исполнитель тех сложных процедур, в том числе и координаторы исследований, они тоже очень важны. Может быть, есть мнение, скажем так, да, дипломатичное, что они еще и важнее главных исследователей. Расскажите, пожалуйста, про школу координаторов. Всем добрый день! И всех поздравляю с таким солнечным днем, может быть, даже где-то перебор с солнцем. Я бы хотела рассказать действительно об очень интересном опыте, который Астрозенка сейчас практикует с центрами. Мы создали школу координаторов, так называемый проект «Стади координатор школ» вместе в партнерстве с клиникой Хадаса Сколкова. В принципе, проект идет как один из модулей проекта «Сайт девелопмент», который начался еще в начале этого года, и мы чудесно его проводим по нашим фокусным сайтам. В чем интерес этого проекта? Наверное, в том, что начали мы его не в принципе с наших нужд, с нужд фармы, да, что нам нужно. Мы начали с опроса «Стади координаторов». Что им не хватает в их работе, как они понимают свою работу, какие поручения они выполняют на своем месте, как они организуют команду, если вообще этим занимаются. Зачем мы создали эту школу? Ну, я еще раз повторюсь, что мы начали с того, что спросили координаторов и центров, что им не хватает. И получилось, что роль координатора в России, да, я думаю, что это можно было и без особого опроса получить, да, такую информацию, она понятна, она очевидна, что роль координатора вообще размыта. Ее, в принципе, каждый сайт, каждый главный исследователь понимает по-своему. Где-то это просто координатор, который вводит данные, где-то это вводит данные, носит документы, где-то вводит данные, вносит документы и составляет расписание визитов пациента. Везде все понимают это по-разному. Вот нам бы хотелось прежде всего начать с парадигмы роли координатора в России и сделать ее такой основной, костяком, столбом, на который будут нанизываться все процессы, все организаторские активности внутри центра, включая метрики центра, включая организацию команды, включая те же подсчет ресурсов, которые необходимы для проведения как денежных, так и человеческих ресурсов, которые необходимы для проведения исследования. Второе, конечно же, с помощью такой организованной профессиональной работы координатора увеличить эффективность работы центра. То есть когда центр может и набирать больше пациентов, и участвовать в интересных исследованиях, там, где им приходилось отказываться от участия, потому что не хватало ресурсов. Одной из главенствующих целей — это освободить главного исследователя и соисследователя от многих организационных вопросов и проблем, которые им сейчас приходится решать в рутине, огромное количество. Порой сами главные исследователи заполняют и опросники, и возятся с бюджетами, и возятся с различными там сбором CV, скажем. То есть иногда главный исследователь и соисследователь занимаются совершенно не тем, чем им бы хотелось заниматься. Здесь бы, конечно, им очень помог координатор исследователей. И самое главное, пожалуй, это перейти от отношений спонсор-центр к отношениям партнёр-партнёр, где мы вместе с центром делим и возможности, но в то же время мы понимаем и делим ответственность за принятые решения. Когда мы начинали школу вместе с клиникой Хадасы, за что им огромное спасибо и за поддержку, и за идеи, мы, наверное, сделали очень интересное открытие. Мы нашли нашего сотрудника, который занимается клиническими исследованиями как координатор. Вы сказали, что если я работаю как координатором, то ты менеджером исследователь. Да, запустить, пожалуйста, видео и звук. Я хочу сказать, что это большая разница. Как результат разницы в работе, можно сказать, ну, например, то, что аудит в Америке проходит без подготовки и, как правило, без участия монитора. Поэтому возникает вопрос, можем ли мы каким-то образом перенять опыт наших западных коллег что мы можем имплементировать, как мы можем это адаптировать. Сначала скажите, не все знают, что такое аудит. Это когда к нам приходит регулятор Инздрав, FDA или EMA и проводит полную проверку, полную выявку и проверку всех данных по исследованию. Это очень серьезная проверка. Ну да, аудит и инспекция. Это то, чего, наверное, все боятся. Страшный сон. При этом это то, что рано или поздно происходит практически со всеми. И потом все рассказывают об аудите или об инспекции как о самом полезном опыте за всю свою историю в книжных исследованиях. Но вот у меня в Америке был аудит одновременно по двум протоколам. При этом я... У меня хороший английский, но я не нейтив спикер. И когда я просила хотя бы менеджера посмотреть, что у меня там... У меня была очень тяжелая стадия, например. Она говорила, ну, я посмотрю потом. Она не посмотрела. Таким образом, вот, вопрос. Посмотрел только инспектор. Посмотрел аудит и все хорошо. Ребят, наверное, сокращайте. Но вопрос, что мы можем сделать, чтобы нас можно было не проверять до аудита, и при этом аудит что-то сказал, что супер, все отлично. Значит, смысл этого видео в том, что в других странах, вот особенно опыт Америки, показывает, что координатор – это отдельная роль, которая требует сертификации, которая обеспечена профессиональным обучением данного координатора. И координатор на сайте ведет около 20 исследований, и он занимается практически всей организаторской работой на сайте. Координатор – это профессия официальная с сертификатом. Без сертификата человек не может устроиться координатором в центре. И это действительно роль, которая несет за собой большую ответственность в организации центра. Итак, я бы хотела поделиться опытом, что мы внедрили в программу обучения координаторов помимо осей GCP. Ну, осей GCP, само собой разумеется, а вот после проведенного опроса мы поняли, что координаторам не хватает совершенно базовых вещей. То есть они не умеют пользоваться Excel, они не совсем эффективно пользуются Outlook, они не могут составить pivot, они не умеют пользоваться простейшими вещами, которым в больших фармах, СИРО, мониторы, лидеры, в принципе, используют это. Для них это как обычная вещь. Поэтому мы внедрили в своё обучение и показали на основе различных электронных таблиц, что можно и как можно управлять визитами, управлять различными вендорами, в том числе курьерами, лабораторией, как это всё держать под контролем. И как это всё можно поместить в одну таблицу. Потом мы внесли модуль, как организовать команду в центре, кто за что отвечает, как составить оргчат, как между различными ролями составить связи, кто на кого влияет, кто влияет на определённые сроки исследования, как распределяются обязанности в команде, кто куда ходит в команде и как эта информация возвращается к стадии координаторов. Юля, одна минута. Хорошо. И дальше мы ещё обсудили такую вещь, как риски, связанные с клиническими исследованиями. Давайте дальше. Значит, следующее — это мы создали учебник для координаторов, на базе которого все это обучение проходит, и создали специальную программу из шести модулей, которая состоит из двухочных модулей и четырёх внеочных модулей, один из которых является тестовым экзаменом, который будет длиться полтора часа, чтобы посмотреть слабые и сильные места координаторов после прохождения обучения. Что мы от этого ждём? Прежде всего мы ждём от этого вовлечения центров развития и трансформации исследований, потому что вовлечена сейчас фарма-центры в очень урезанном виде. Мы ждём того, что мы через это понимание, что от кого нужно, станем партнёром и выбором для центров, увеличим эффективность набора, также сократим количество проблем, связанных с качеством и нарушением протокола. И также мы всё-таки перейдём к новым отношениям партнёр-партнёр. В принципе, я, наверное, в эту минуту вложила больше, чем в предыдущие шести. Нет, очень-очень спасибо большое за содержательность. У нас уже ездили сотрудники Дмитрия и Нокология Петрова на вашу школу. И есть отзывы. И эти отзывы хорошие, очень хорошие. Тёма, можешь на вопрос? Продолжайте свою работу. Да, конечно. Коллеги, один вопрос хотела задать. Юля, скажите, пожалуйста, есть ли требования к базовому образованию координаторов, которые вы берёте для обучения? Какое это должно быть образование всё-таки первичное? Высшее образование, среднее, какого характера? Вы знаете, мы не предъявляем никаких требований особых к базовому образованию координаторов. Обычно координаторы к нам приходят уже из центров. То есть мы не берём новых координаторов ниоткуда. Это координаторы, которые отправлены на учёбу из центров. Нам, в принципе, есть разница, это опытный координатор или нет. В зависимости от этого мы уже составляем им персональное обучение с нашим монитором. В зависимости от того, как он прошёл тест. Но, ещё раз повторяю, у нас нет никаких базовых требований. Спасибо. Спасибо. Есть много вопросов и от наших зрителей уже готовы записаться. И у меня лично, но я воздержусь просто потому, что время поджимает. Я напомню, что наша вот эта сессия вторая посвящена объединению исследовательских центров. И так традиционно заводится разговор о клинических исследованиях, так это обычно спонсируемая фарма индустрии. И всё вокруг да около. Но в действительности объединение исследовательских центров имеет гораздо более широкую перспективу. В частности, проведение инициативных исследований, это и настоящая наука, генерации контента научного. Мы становимся не пользователями научного контента, как в рамках исследований спонсируемой индустрии, а мы можем генерировать научный контент. И в этом отношении есть богатейший опыт у российского общества онкомомологов. Да, и Руслан Малькович Полтуев поделится своим опытом, как объединение исследовательских центров помогает проводить очень хорошие, интересные во всём, для всего мира исследования, только локально для российского, а для всего мира. Спасибо. Да, спасибо за возможность выступить. Я хочу начать презентацию с того, с чем мы завершили свою презентацию на конференции Адама Смита в ноябре или декабре 2019 года, как мы представили проект, подписанный с институтом Кюри, и коллеги мы его реализовали. Для реализации проекта у нас подписано было 6 официально с главными врачами договоров, то есть наше исследование шло в шести онкологических центрах Российской Федерации. Всего нам потребовалось 9 договоров заключить, то есть это большая была административная и организационная работа проведена, из них два международных, это институт Кюри и компания Наностринг, и привлечение двух спонсоров, компании Pfizer, компании Novartis, участвовали грантом в нашем исследовании, за что им большое спасибо. Это ещё будет освещено, соответственно. Из февраля 2021 года по июнь 2021 года мы включили в исследование 96 пациентов, полностью закрыли проект, у нас всё получилось. И вот разрешите представить тепловую карту пациента, вот каждый отдельный цвет больного, стрелочка, это отдельный пациент. И вот рак молочной железы на молекулярном каротине выглядит таким образом, то есть это как отпечаток пальца, он полностью индивидуален у каждого больного. Для чего нам это надо? Я знаю здесь представители фарминдустрии, вот посмотрите на таблицу, соответственно, для назначения лечения предиктивного, то есть мы, получается, в одном флаконе, одну постановкой одной реакции сможем показать, на какие препараты ответит наш больной. Соответственно, для сравнения, сейчас мы пользуемся рутинной иммуногистохимической методикой, и она в 20% случаев не точна, что было подтверждено нашим исследованиям в частности. То есть пациенты получали гормонотерапию, у которых нет рецепторов эстрогена, получали тростозумаб, у которых нет и РБ, и это не только как бы в России, это во всем мире. Вот я привожу и зарубежные данные, и зарубежом тоже это 20% это энергиозхимический неточный вывод. Поэтому наша методика позволяет повысить эффективность системной терапии, снизить количество необоснованных назначений. То, о чем мы уже касались в прошлый раз, мы объединили 4 онкологических института для реализации проекта, и мы результаты представили, их опубликовали, и, соответственно, внесли в наши рекомендации, которые размещены на сайте по лечению метастатического рака морочной железы с метастазами в кости. И, соответственно, мы, здесь что-то, видно, пересылал, и съехали печати. Мы подписали, не только подписываем с учреждениями договора, но и с нашими коллегами, медицинскими ассоциациями, вот с Ассоциацией онкологов России, России также подписано у нас соглашение, вот четко определены параметры, по которым мы сотрудничаем, и, соответственно, мы также совместно с Ассоциацией онкологов России и с Российским обществом клинической онкологии разрабатываем клинические рекомендации, они утверждены уже Минздравом, размещены в Минздраве на сайте, и, соответственно, с ними можно на сайте Минздрава ознакомиться научно-практическим советом. Также у нас идет работа между нами и крупнейшей конференцией на 4000 человек, которая посвящена ракам морочной железы, происходит она в Каире, но постоянными экспертами данной конференции, вот фамилии, мы их здесь в этой аудитории представлять не надо, это наиболее цитируемые ученые международные, и, соответственно, мы в финальной версии рекомендации, она будет у нас размещена, уже вот у нас на сайте есть полностью около 140 страниц, если я не ошибаюсь, мы перевели на английский язык, и ознакомили зарубежных партнеров с тем, как мы видим диагностику лечения рака молочной железы, писать международные рекомендации проще, чем российские, потому что много, что у нас, если что запрещено, за рубежом разрешено, то есть эти препараты разрешены, поэтому и вносить их гораздо проще, у нас это делать нельзя. И хочу показать, тоже у нас есть на сайте, вторая по количеству заходов на сайт страна, у нас это не Украина и не Китай, а вторая это Соединенные Штаты Америки, вот у нас 16 тысяч визитов, и из них, соответственно, свыше тысячи визитов это США. Большое спасибо, друзья. Спасибо, Руслан Маркович. Что же, лишние доказательства того, что развитие клинических исследований без формирования научного контента, наверное, невозможно. Быть страной, которая просто выполняет исследования для фарминдустрии, это, конечно, вариант развития, но вы пошли дальше, спасибо вам большое за это. Да, коллеги, у нас дальше мы двигаемся, и есть возможность, да, с учетом достаточно такого терапливого, может быть, обсуждения, с учетом лимита времени, но, тем не менее, есть возможность услышать от спонсора, от представителя фарминдустрии, Андреев Александр Яковлевич, расскажите, пожалуйста, как вам кажется, имеет ли смысл объединяться исследовательским центром, и если имеет смысл, то, собственно говоря, какие самых основных, допустим, ну, три вещи, или пять, или две, то, что вот, ну, это объединение может на себя взять и чем помочь. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение к дискуссии. Интересная инициатива, я постараюсь кратко изложить, чтобы спонсору было важно, с моей точки зрения. Спонсору важно быстрое проведение исследований в центре и качественное проведение исследований. Собственно, вот два аспекта. Если говорить о быстром проведении исследований, то на это влияет во многом срок подготовки исследований, потому что, на самом деле, период проведения исследований, он один для всех стран в мире, он, конечно, определяет скоростью набора пациентов, но об этом мы сейчас не говорим. А вот время на заключение контракта, оно принципиально важно, и время на этическую экспертизу локальную. Если ваше объединение будет реально унифицировать контракт, не требования к нему отдельные, а если мы будем знать, что мы заключили контракт в одном учреждении, и тот же самый контракт будет принят без длительной оценки, во всяком случае, в другом, то это, конечно, очень сильно нам поможет. Но это должно быть именно так, что в рамках вашего объединения вы принимаете один и тот же контракт. Этический комитет — то же самое. Если вы всё-таки оставляете в вашем объединении разные этические комитеты для каждого центра и не объединяете их в какой-то один межцентровой, то тогда контракты с этическими комитетами должны тоже приниматься. Если мы с одним этическим комитетом согласовали нашу форму контракта, то мы будем ожидать, что тогда в объединении центров другие этические комитеты этот контракт также примут. Ну иначе всё потеряет смысл. И примут без длительной какой-то его оценки, а быстро. Чтобы мы могли один раз провести экспертизу контракта и быть уверенными, что в других центрах эта экспертиза, если не потребуется совсем, то будет сделана очень быстро. Это два основных аспекта, наверное, скорости, начало исследования в центре. Что касается качества, ну, коллеги, наличие процедур операционных в центре, это, конечно, прекрасно, но, в общем, спонсору нужно очень просто. Нужно, чтобы исследование было выполнено в соответствии с ECGCP и с протоколом. Если вы способны это выполнить без процедур операционных, стандартных, а, в общем, мы знаем, что в настоящий момент редко в каких центрах они есть, и многие центры прекрасно справляются с этими задачами без стандартных операционных процедур, для спонсора их наличие, в общем, не принципиально. Если они есть, прекрасно, но если их нет, если вы способны выполнять исследования при этом качественно в соответствии с протоколом, с ECGCP и регуляторными требованиями, отлично. Не хуже совершенно. Вот. Ну и по системе бюджетирования вот тоже хотел отметить, что, наверное, это будет также важно иметь унифицированный бюджет, хотя здесь есть сложности по разным областям медицины, этот бюджет может, в принципе, отличаться, поскольку задействованы разные инструментальные обследования и продолжительности визитов разные, но, во всяком случае, в рамках какой-то одной специализации, ну вот учитывая, что в объединение входят институты Петрова хотя бы в рамках онкологических исследований, если вы унифицируете бюджет, это, конечно, тоже нам будет очень полезно, заниматься согласованием бюджета только один раз, а не три. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Так, Евгений Сергеевич, у вас есть возможность закрыть вторую часть нашего обсуждения, подвести некое резюме и с точки зрения качества, и вообще с точки зрения опыта жизненного. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Очень приятно было вас всех видеть, слышать. Действительно, проблема есть, и она затрагивает как спонсоров, так и, собственно, центры. Действительно, согласование старт проекта может оттягиваться, в том числе и из-за разных требований к договорам. Вот я только вчера буквально разговаривал со своей студенткой в высшей школе экономики, она защитила как раз свою работу по некому единому шаблону договора со следовательским центром, проанализировала опыт международный в том числе. очень хорошая идея по как раз вот то, что сказал Александр Андреев. Такой договор, такую форму, шаблон, темплей договора ввести для членов ассоциации, это действительно будет большое конкурентное преимущество, я считаю, для членов ассоциации. Что касается стадии координаторов, ну понимаете, у нас исторически сложилось, что зачастую главные следователи выполняют у нас некую роль общего руководства, скажем, мягко, а так вот свадебного генерала и команды иногда предоставлены самим себе, в этом случае очень сильно возрастает роль именно стадии координатора. Это действительно отдельная специальность, я бы сказал, отдельное призвание, отдельная работа и очень большая. Относительно СОПов, ну тут зависит действительно от размеров центра и от количества команд исследователей, которые действуют в одном центре. Для больших центров с большим количеством персонала это, наверное, актуально, для маленьких центров. Каждый должен решать сам. Но идея ввести единые стандарты, в том числе единые стандарты качества для членов некой ассоциации центров, это, по-моему, очень и очень здорово, очень здраво. И, ну, например, существует же там IHRP в США. Это тоже некая общественная организация объединений. Всячески поддерживаю и всегда чем могу быть полезен к вашему услугу. Очень еще раз рад видеть всех, рад слышать здравые мысли. И давайте пожелаем нам всем удачи в этом нелегком деле. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, у нас есть две минуты, можно комментарий, вопрос либо среди председателей, либо среди зрителей. Пока я хотел только единственную ремарку сделать. Здесь, что университет Сеченова, что третий метр, что наши учреждения, они помимо того, что исследовательские центры, они еще несут все-таки нагрузку популяризации и каких-то определенных создания новых и веяний. Мы берем на себя не то, что это объединение ради конкурентных преимуществ, Евгений Сергеевич. Это скорее возможность создания какого-то канала коммуникации с другими исследователями, потому что нет-нет, к нам обращается что к Владимиру, что ко мне из регионов с просьбой создать или помочь или обсудить возможность создания исследовательских центров. Безусловно. Плюс тут большая роль, извини, что перебиваю, популяризации. Вы делаете огромную работу по популяризации клинических исследований среди собственно пациентов, за что вам отдельное огромное спасибо. За последние 10 лет люди перестали по большей части шарахаться от этого слова клинические исследования. И в том числе тут большая заслуга и ваша. И безусловно ассоциация или некое объединение должно устанавливать и некие стандарты качества образовательной деятельности и тоже самое относится к неспонсируемым исследованиям, к научным исследованиям, потому что те же самые аспиранты, докторанты, которые делают большую науку, они в общем-то тоже должны по-хорошему подчиняться тем же правилам проведения исследований. Безусловно. И более того, может быть, сделать какой-то портал вопрос-ответ для новых центров. То есть тут поле непаханное. И отдельно очень хорошая инициатива подготовки координаторов, потому что координатор у нас сейчас является ключевой фигурой, потому что главный исследователь далеко, со-исследователь всегда занят и, в общем-то, иногда это всё ложится на хрупкие плечи координаторов первого года. Спасибо большое ещё раз. Извините, что-то все. Спасибо, да. Коллеги, тогда у нас лимит времени закончен, вторую сессию, у нас три минуты перерыв, и мы переходим к самому инновационному в клинических исследованиях. Ведь чем отличаются клинические исследования для всей медицины, что это некий портал попадания будущего в рутину, и в том числе с точки зрения цифровых технологий. У нас будет полчаса обсуждения самых классных цифровых решений, то, что есть, то, что будет, и то, что появится в рутинной медицине через пять лет, то, что есть сейчас в клинических исследованиях. Две-три минуты-четыре, там отдыхаем, и возвращайтесь, пожалуйста. Друзья, у нас финальная сессия, посвященная клиническим исследованиям, да, и в этой третьей части мы поговорим про цифровые технологии. Вот во вторую мы заканчивали такой репликой, что действительно клинические исследования являются неким порталом для попадания в рутину инноваций. Ну, как бы это громко ни звучало, но действительно так. Без ложной скромности, Ольга Александровна Логиновская, расскажите нам про тренды цифровые в клинических исследованиях. Добрый вечер, дорогие коллеги. Рассказываю про тренды. Самый главный тренд последнего года или даже полутора это цифровизация клинических исследований, которая ускорилась, усилилась и с началом ковида стало понятно, что те игроки клинических исследований, я имею ввиду спонсоры, СИРО, исследовательские центры и даже пациенты, которые использовали электронные системы, они выиграли, достаточно быстро перешли на удаленку. Как это, какая вот такая тенденция была? Цифровизация прежде всего в клинических исследованиях начиналась со спонсора. Спонсоры, как правило, имеют электронные системы для менеджмента клинических исследований, для управления и сбора данных. Дальше идут вендоры, я имею ввиду СИРО в первую очередь, цифровизация затрагивала их в предыдущие годы. Теперь это все передвинулось в сторону регулятора исследовательских центров, даже пациентов и этических комитетов. То есть это все охватывает теперь практически всех участников клинических исследований. Такой тенденцией было получение информации в цифровом виде непосредственно от пациентов и не только с использованием гаджетов и опросников, но также и при помощи разных носимых носимого оборудования, браслетов и других вещей. Такие исследования стало гораздо больше. Исследовательские центры, многие задумались о том, чтобы иметь системы менеджмента исследований, вот такие крупные центры, в которых идут много исследований в первую очередь, и соответственно о том, чтобы все это было в цифровом виде. И регулятор, да, мы как бы видим, что наш регулятор и не только наш применяет электронные системы, это очень хорошо заметно в фармаконадзоре, который практически переходит полностью на цифровой формат, и сообщения нежелательных реакциях, передаются в виде XML-файлов. Я на самом деле не вижу время, Артем, да, вот у нас все в порядке со временем. Сообщить мне, когда там останется несколько Все в порядке. Какие еще мы можем тренды видеть в области разработки, о, спасибо, электронных систем? Это глобализация, то есть системы глобализируются и начинают применяться в разных странах или продолжают применяться в тех компаниях, которые работают в разных странах. Мультистрановость и многоязычность, то есть в одной системе используются разные языки. Опять же, это видно очень хорошо для систем, которыми пользуются пациенты, или систем фармаконадзора, в которых регуляторно нужно использовать локальные языки. Это достаточно сложная технологическая задача, одну и ту же информацию видеть на разных языках. Дистанционная работа, об этом я даже не буду говорить подробно, об этом знают все, и для дистанционной работы, естественно, нужны системы. Происходит сейчас практически полный отказ от бумажных носителей, бумажная ИРК, бумажная СРФ, я думаю, что уже, наверное, никто не видит, я так думаю, или кто-то видит, не знаю. Было недавно. Да, и раньше мы говорили про бумажный ИРК, бумажный СРФ и электронный, теперь уже trial master file становится, переходит в электронный формат и используется электронная подпись, и все вот таким полным ходом переходит в цифру. И такой тренд очень важный, про который на самом деле, наверное, забывают сказать, говоря об искусственном интеллекте, об роботизации, это акцент на регуляторных требованиях к программному обеспечению. Не секрет, что программное обеспечение, которое используется в фармацевтическом бизнесе, оно зарегулировано, имеет очень четкие, конкретные регуляции, и это требование к техническим характеристикам этого программного обеспечения и валидации программного обеспечения. В настоящее время я могу сказать, что наш регулятор обращает пристальное внимание на использование валидированных и правильно организованных систем, и также идет активное обсуждение отдельных регуляторных требований для компьютеризированных системах и программного обеспечения. Если мы говорим о таких трендах, о которых интересно и приятно говорить, это использование искусственного интеллекта, от поиска сигналов в фармаконадзоре до оценки возраста скелета, ну что угодно там происходит, и это интересно слушать эти истории, но они достаточно редко применяются в нашей ежедневной практике клинических исследований. То, что происходит гораздо чаще, и такой тренд в разработке программного обеспечения это интеграция разных систем. То есть есть на рынке интеграторы, сами вендоры компьютеризированных систем программного обеспечения учатся интегрироваться друг с другом, потому что продвинутые компании-спонсоры, CRO, используют несколько систем, это неудобно, и системы эти все больше интегрируются между собой. Адаптивные подходы. Мы видим, что вообще в клинических исследованиях адаптивные дизайны, адаптивные подходы, у нас очень быстро меняется мир, меняются требования, и нужно по ходу проекта что-то менять. То же самое есть и в программном обеспечении, когда программы составляются так, что позволяют в процессе что-то такое делать и что-то менять. Машинное обучение, метаданные, при помощи метаданных, это данные от данных, создаются алгоритмы, которые позволяют быстро и удобно обрабатывать большие массивы информации и четко видеть, как все происходит в клиническом исследовании, они часто используются, например, в trial master file. Облачные среды. Практически все уже спонсоры и CRO отказались от хранения информации на своих серверах, которые стоят в идеальном варианте в большой серверной, в разных вариантах под столом, еще где-то. Сейчас все переходят на облачные технологии. Мы когда начинали FlexDatabasis, это был 11-й год, то есть нам в этом году 10 лет, нам приходилось убеждать наших клиентов работать в облаке. Особенно было сложно с большими фармкомпаниями, потому что они имели четкие политики. Первый перешел Pfizer, Сергей уже ушел, начал использовать, за ним потянулись другие компании. И так шаг за шагом переходили в облако и практически сейчас облачное решение и передача по контракту этой работы вендору не вызывает ни у кого вообще никаких сомнений. Рискоориентированный подход это такой тренд вообще GCP и тренд клинических исследований, вообще тренд всего, что всегда в фармаконадзоре рискоориентированный подход, всегда оцениваются риски, мы широко достаточно используем это для того, чтобы, например, определить уровень валидации системы. То есть некоторые системы можно достаточно усеченным видом валидировать, некоторые системы подвергаются глубокому такому расширенному валидированию. Удаленный мониторинг, очень распространенный тренд вместе с центральным мониторингом. децентрализированные клинические исследования и такая пациент-ориентированность. Я очень вообще довольна сегодняшней сессией про пациентов, это было интересно, я не помню, что это бы когда-либо обсуждалась эта тема вот в нашей среде, на наших конференциях. И действительно пациент выходит на первый план и часто становится прямым поставщиком медицинской информации. и вот путем получения электронных данных от пациентов. Опять же есть такие технологические требования, есть требования к программному обеспечению от бизнеса, возникают новые ситуации и естественно бизнес хочет, чтобы эти ситуации можно было реализовывать в тех электронных системах, которыми они пользуются. Вот очень хороший сегодня пример был, когда пациент переезжает из одной стороны в другую и продолжает участие в исследовании. Система не смогла справиться с этой задачей, вернее, как это звучит так негативно, в систему не заложен был этот алгоритм изначально, потому что когда система создавалась, не было такой необходимости. И дальше, естественно, когда необходимость возникла, пользователи системы естественно хотят, чтобы она соответствовала. Но разработчики программного обеспечения сталкиваются с регуляторными препятствиями, то есть в фармбизнесе очень важно понимать, что скорость изменения адаптации системы всегда имеет такой вот на другой чаше весов такой тормоз в виде регуляции, чтобы соблюсти все регуляции и соответствовать нашему законодательному полю, это регуляции в плане валидации, международные регуляции, технические требования, а также регуляции о защите персональных данных, то это нужно время, это нужно оформление документов, достаточно четкое тестирование, и поэтому разработка компьютерных компьютеризированных систем, это всегда такой баланс между желанием полностью удовлетворить требования заказчика и регуляциями, ну вот примерно так вот разработка происходит. Сейчас немножко про регуляции, я напомню, все мы знаем, что есть международные регуляции CFR под 11, 21 под 11, часть 11, есть во второй версии GCP, много уже об этом написано, ГАМП, естественно, и регуляции Европейского Союза. Готовятся, насколько я знаю, обсуждаются регуляции наши, я очень надеюсь, что они не будут отличаться от международных, это было бы очень удобно. Нельзя забывать про законы о персональных данных, которые, это тоже такой достаточно серьезный тренд, потому что, ну, кроме ХИПы, которая была достаточно давно американской и нашего 152-го федерального закона появился европейский достаточно такой жесткий документ, это GDPR, и сейчас имперсональные данные и подвергаются такому пристальному вниманию, и, например, данные нужно хранить пациентов, как правило, в той стране, ну, всегда, где живут пациенты. И это для электронных систем, для такой вот их глобального использования всегда является камнем преткновения. То есть, с одной стороны, глобализация и желание использовать все медицинские данные вместе обрабатывать, с другой стороны, есть ограничения по персональным данным. И появление такой вендоров новой формации, вот я как раз полторы минуты это расскажу. То есть, вендоров я имею в виду производителей программного обеспечения. То есть, понятно, что существуют такие гиганты, которые достаточно неповоротливые, предоставляют выверенные годами четко валидированные системы, которые вот в тех рамках, когда они созданы, они работают. и появляются новые вендоры, которые пытаются вот этот баланс между скоростью изменений соответствия и соответствия регуляциям соблюсти. И есть даже вот такой сейчас термин и такой подход это collaboration over contract negotiation. Потому что часто бывает, что контракты согласуются долго, и вендоры начинают работу до согласования контракта. И если в контракте что-то прописано неудобно, то достаточно легко и быстро переписывают. У нас, например, вот конкретный случай был, что мы договорились на один объем данных, это 100 случаев в год, 100 кейсов, а когда через месяц работы стало понятно, что их 50 тысяч в месяц идет. И понятно, что контракт, если считать это по кейсам, был абсолютно невыгоден клиенту, потому что были очень большие суммы собирались, и соответственно мы первыми предложили поменять этот контракт, сделать так, чтобы он был адаптирован для текущей ситуации. Вот, все, я заканчиваю, и собственно говоря, такие моменты все основные я осветила. Спасибо за внимание. Спасибо, Оль. Ольга Александровна, я могу сказать точно, что вот это сообщение потом разлетится на цитаты и будет прямо обеспечивать просмотры очень крутые нашему каналу, потому что у нас, в нашем институте есть так называемый центр компетенции цифровых технологий в медицине. И многие стартапы периодически спрашивают вообще, в какую сторону нам развиваться, что нам делать, и я думаю, что теперь будет конкретика. Вот посмотрите, вы все теперь точно будете знать. Спасибо вам. Да, вам спасибо. Но, как обычно, вот эта вся такая красивая история, она до процесса внедрения в практику превращается во что-то другое. И у нас сейчас будет сообщение как из полей, да, Тимур Еланович расскажет нам, что, собственно говоря, в полях создана своими руками. Здравствуйте, спасибо. Еще раз представлюсь. Мое имя Граченко Тимур. Я являюсь сотрудником отдела организации клинических и клинических исследований МИС-онкологии имени Петрова. Я занимаюсь разработкой таких приложений, как архив клинических исследований, оборудование используемое в клинических исследованиях и информационной системой для поиска и подбора клинических исследований. А о последнем хочу рассказать подробнее. Главная задача проекта помочь пациентам найти им подходящее исследование путем объединения информации, касающиеся исследований, взятые с таких онлайн-ресурсов, как так, секундочку, вот, взятые с таких онлайн-ресурсов, как Государственный реестр лекарственных средств и Clinical Trials Go. На странице нашего ресурса пользователю предлагается возможность вести поиск по таким критериям, как диагноз, номер протокола, лекарственный препарат, город проведения и фио-исследователя. В базе уже есть список всех исследователей, поэтому достаточно начать набирать фамилию, имя или отчество, и пользователю уже будет предложен выбор подходящих исследователей по описанию. Также пользователь имеет возможность группировать исследования по статусу набора пациентов, что немаловажно, так как это первостепенные критерии поиска. Информация о статусе набора пациентов берется также с сайта Clinical Trials Go и проверяется с сотрудником отдела организации доклинических клинических на этом слайде показаны результаты работы поиска, где мы можем увидеть количество результатов удовлетворяющих поиску, а также основную информацию об исследованиях, такие как даты проведения, область применения, фазы и другое. Также можно увидеть ссылку для открытия более подробной информации об исследовании. При переходе по ссылке подробно открывается страница с дополненной информацией об исследовании, где помимо основной информации предоставляется ссылка на ссылки на это исследование на сайте размещенных на сайте Clinical Trials Go и ГРЛС для уточнения информации. Также на этой же странице расположены критерии включения и исключения, которые также берутся с сайта Clinical Trials Go и так как данный сайт является англоязычным, на нашем ресурсе текст представлен в машинном переводе. В будущем будут вестись работы на улучшение данного перевода. Также в подробной информации об исследовании можно просмотреть полный список учреждений, в которых проводится это исследование и главных исследователей в этом учреждении. Спасибо за внимание. Немножко резюмирую. По большому счету мы еще лет пять назад на форуме Белой ночи столкнулись с тем, что отсутствовала какая-то платформа удобная для поиска и подбора клинических исследований для пациентов онкологических. И вот с тех пор мы всякие разные варианты попробовали и у Тимура удалось создать уже работающую платформу, которую можно где посмотреть? На сайте МИДС-онкологии Петрова через анкету можно перейти и там запомнить анкету и также там реферальная ссылка на этот ресурс, который в данный момент можно сказать в бета-тесте находится. Ну, что ж, в общем, проще говоря, заходите на сайт МИДС-онкологии Петрова и закладочка клинические исследования там есть вся необходимая информация в том числе и ссылка в ближайшее время появится на базу данных непосредственно там пока сейчас только есть у нас анкета на базу данных где вы можете попробовать появится в ближайшее время. Но всё вокруг пациентов мы же всё-таки в рамках онкологического форума проводим и всё, что относится к пациентам мы вот и обсуждаем. И следующий доклад это тоже интересная достаточно история как взаимодействие цифрового такого мощного программного продукта и потребностей клинических исследований с целью подбора пациентов в клинические исследования. Да, и у нас с Нетрикой тоже было взаимодействие. Дороген Иванович, расскажите, пожалуйста. Расскажу коротенько. Ну, наверное, новички в таких историях. То есть мы несмотря на то, что занимаемся автоматизацией здравоохранения наверное с 2011 года то есть уже 10 лет а вот в клинические исследования мы попали наверное года 3 назад. То есть на текущий момент можно пультик я тоже попереключаю слайдики. На текущий момент у нас в портфеле 24 субъекта Российской Федерации в этом году у нас добавилось немножко слайд староватой. Мы умеем интегрировать больше чем 75 вендоров различного программного обеспечения использующего именно в рутинной практике скажем так в больницах это лабораторные системы медицинские системы и на текущий момент у нас накопилось с глубиной примерно от 3 до 5 лет данных именно рутинных данных о 25 миллионах жителей нашей страны. Это сведения о медицинской помощи которая была оказана государственными медицинскими организациями. То есть эти данные копятся на региональном уровне в каждом регионе это отдельная база и мы являемся информационным ядром который обеспечивает обмен информацией между различными подсистемами и формированием отчетности для государства. Все мы это делаем на международных стандартах и это является хорошим подспорьем именно в работе с интеграционным подходом когда мы должны взаимодействовать по не каким-то выдуманным протоколам самостоятельно установленным а именно по международным протоколам это двигает и вендоров которые разрабатывают программное извечение для клиники и нас чтобы мы были доступны не только российским разработчикам но и международным разработчикам которые на российском рынке присутствуют в большом количестве что мы на текущий момент сделали с МИД с Петровым мы заключили меморандум о сотрудничестве и провели небольшие маленькие пилотные истории для того чтобы посмотреть потестировать те массивы обезличенных данных которые есть в распоряжении региональных органов власти скажем так и которые могут их предоставлять для клинических исследователей для того чтобы поискать необходимых пациентов в тех регионах в которых есть произведения скажем так или продукты компании метрика что мы попробовали сделать я не буду специализацией всевозможной и прочее что мы попробовали сделать мы взяли сырые данные от медицинских информационных систем сформировали сырое хранилище обработали его аналитическими способами разложив это в такую большую реляционные таблицы и кубы и с помощью актуальных запросов которые требовали с тот момент мы поискали пациентов подходящих по различным критериям что мы сделали мы искали больных раком желудочно-кишечного тракта стромбоцит пении ниже 75 что мы сделали в нашем распоряжении начали мы естественно с лаборатории потому что это самый хорошо формализованный массив по Петербургу мы проводили тестирование около 3 миллионов тестов именно тромбоцитов накопилось уже в базе Санкт-Петербурга мы выбрали пациентов которые соответствуют по нашим критериям и наложили на них уже те условия которые были поставлены выше то есть это соответствующие диагнозы это соответствующее количество обращений и получили 17 пациентов то есть что в Петербурге по необходимым требованиям был тогда найден соответственно что мы выдали мы выдали медицинские организации дату случаев обращения этих пациентов медицинские организации получив тем самым возможность пообщаться с медицинскими организациями по приглашению этих пациентов на клинические исследования вот такой практический кейс и на текущий момент мы подобные кейсы проводим и заключили партнерские соглашения с IQ зато матрикс то есть это те компании которые через нас тестируют когорты пациентов которые нужны в подбор клинических исследований и ищут те учреждения с которыми нужно сотрудничать по подбору аудитории в клинические исследования мне кажется это хорошее дело на международном рынке эта история достаточно сильно развита то есть такие компании с которой подключают медицинские организации по профилю формируют обезличенные витрины данных которых можно посмотреть исследователям их достаточное количество есть и мы этот опыт рассматривали на международном уровне пытались работать с тройнетик со мной им как бы вход на российский рынок пока усложнен да ввиду всех санкций и прочее ввиду того что американская компания но надеюсь что мы сформируем именно такую организационную модель когда с помощью простых программных средств исследователи получат возможность смотреть в рутинную практику медицинских организаций по стране в принципе в этом ничего такого с нашей точки зрения именно как технической в общем-то ничего сложного нет и мы это попробовали и это получается ну вот наверное такое сообщение у меня будет спасибо спасибо большое Владимир значит коллеги но я со своей стороны со сложными критериями включения тромбоцитопении на фоне химиотерапии которая в общем-то редко дает тромбоцитопении вот в цифрах действительно выглядит здорово 17 пациентов это хорошо но и действительно данными так и получили как вы рассказали но вопрос лежит в плоскости уже когда цифра сталкивается с бумагой с бумагой из области ну как объясните пожалуйста на каком основании наша медицинская наша медицинская организация должна давать там контактные данные врача например или пациента и все на этом собственно говоря глохнет пока мы думаем что может быть череда каких-то соглашений между медицинскими учреждениями назовем их тем же меморандумами может помочь появилась возможность буквально неделю назад принято постановление правительства российской федерации об экспериментальном правовом режиме именно в части клинических исследований то есть дата матрикс очень долго муссировала эту историю проталкивала через правительство и у них получилось создать пилотный проект именно по экспериментальным правовым режимам где получить обезличенный доступ вот то что мы с вами делали на правовом же уровне то есть чтобы им было легче добраться до этих данных и получить что почитать надо вот я вижу Евгений Сергеевич брови повел там видимо тоже хочет записать что за постановление это раз такое постановление правительства я не помню уж номер но я пришлю вам все хорошо коллеги в общем у нас будет самый да все такие все взяли ручку у меня есть преимущество я могу наблюдать за мимикой наших подключенных но это здорово это хорошо Алексей лалеет он прям добился это хорошо что у нас есть такие люди да и хорошо что все таки как верится в то что маленькими шагами мы двигаемся в нужном направлении коллеги нас программа основная исчерпана я прошу высказываться по поводу услышанного может быть начать какое-то обсуждение мы попросим у наших технических служб 10 минут на завершение да разрешаете спасибо вы выскочили за время но они очень добрых спасибо все 10 минут для обсуждения и пожалуйста кто-то хочет высказаться Андрей Альбертович у вас была возможность послушать нас да потому что вы по-моему не сразу подсоединились это сессия да всем здравствуйте да я действительно немножечко опоздал но я очень внимательно слушал и хочу во-первых поблагодарить за то что есть такая сессия и спасибо большое что она посвящена Миха Романовичу он действительно уделял очень большое внимание клиническим исследованиям и это был всегда первый вопрос который мы обсуждали именно международные клинические исследования в целом поскольку я не первый раз принимаю участие и я смотрю за тем как изменяется вот формат как изменяется тематика которую обсуждаем хочу сказать что мне что очень правильно и очень хорошо и в нужном направлении меняется конференция и не могу сказать что предыдущие конференции мне были неинтересны но в этот раз мне было еще более интересно чем в предыдущей есть много вопросов чисто технических которые можно было бы обсудить не технических а вот таких деталей но в частности меня интересует вопрос когда мы обсуждали требования клиническим исследованиям исследователи организовывают СОПы и вдруг выступил Александр и сказал что на самом деле ну СОПы это конечно хорошо но совсем другие цели и вот эти вот некоторые несоответствия когда мы с одной с одной стороны стремимся к совершенству но в действительности совершенства мы можем к нему стремиться но на самом деле это не обязательно где-то граница где куда нам нужно чтобы это было достаточным и красивым но с другой стороны чтобы мы не тратили за время поскольку у нас нет вот хорошо было бы как-нибудь обсудить эту тему еще дополнительно и на чем-то остановиться то есть нужно обязательно делать достаточно чуть-чуть больше но не обязательно делать то что что не нужно делать лучше больше времени уделять лечению пациентов и посвятить наше внимание именно качественному ведению пациентов вот с моей точки зрения чего не хватает я еще секунду буду несколько секунд скажу чего иногда не хватает в клинических исследованиях это онкологической в онкологии это именно онкологической части истории болезни по-прежнему очень много протоколов в этой истории болезни и мало вот истории болезни как таковой и мне кажется что это некоторое это некоторый недостаток того что происходит онколог прежде всего должен обязательно очень хорошо подготовить тогда от этого образования от качественной истории болезни из нее вытекает качественное ведение клинического исследования спасибо вам большое я как сказал у меня много вопросов для обсуждения мы обязательно в следующий раз обсудим еще раз Артем Николаевич все коллеги спасибо вам большое за эту сессию она была очень очень интересная я действительно не оторвался от экрана спасибо большое у нас еще впервые с Ростовом совместно обсуждали взаимодействие и у нас Старожакова Анна Эдуардовна расскажите пару своих каких-то слов реплик может быть свое мнение как вам кажется объединение нумицев например для того чтобы популяризировать клинические исследования проводить их как-то совместно есть ли теоретическая хотя бы основа например того что обращение в нумице-онкологии Петрова с просьбой рассчитать бюджет например того же самого клинического исследования можно каким-то образом конгруентно делать с ростовским нумицем как вам кажется звука нет добрый день меня слышно сейчас да хочу поблагодарить с большим интересом провела больше трех часов у экрана поэтому я впервые на такую сессию поэтому всем спасибо и конечно поднимались многие вопросы которые действительно они есть в реальной клинической практике это вопросы того что перенаправление пациентов которым нужно проводить какое-то клиническое исследование в данном центре нету этого исследования и вопросы обучения координаторов для того чтобы освободить свои следователи главных исследований от работы которая ну не должна наверное и не выполняться поэтому хочу за это поблагодарить что эти вопросы активно обсуждаются и можно какие-то свои выводы сделать направив на обучение координаторов но я думаю что всегда объединение это полезно и полезно не только для нас как исследователей но для наших пациентов поэтому я думаю что по этому поводу будут вестись переговоры для того чтобы нам вместе всех всем вместе работать в этом направлении спасибо большое спасибо мы будем с вами обязательно активно развиваться потому что у вас очень динамичная администрация это надо сказать что мы теперь тоже становимся похуже южным городом и понимаем что что темпераменты солнца это все-таки действительно влияет на скорость и на активность принять решения мы такие были всегда холодные энергетические а тут бац и такими стали очень горящими и яркими Сергей подводи итог какой-то давай и потихонечку мы будем заканчивать дорогие коллеги на самом деле я хочу сказать что вот какого-то время сейчас уже не помню но я стараюсь каждый год присутствовать на этой прекрасной сессии и я очень хочу выделить именно вот сегодняшнее мероприятие в том ключе что очень многие вещи уже свершились очень многие вещи о которых мы 2-3 года назад говорили как о неких идеях о неких тенденциях смотрели что есть на западе как живет Европа как живет Америка и здесь мне кажется такой вот момент когда это все формализовалось в той или иной степени какие-то вещи сейчас ушли дальше какие-то только начинаются вот эти проколлаборации цифровизация вообще если вы посмотрите даже презентации которые были в том году на мероприятии которые сейчас у нас то есть это просто какой-то космический шажок просто за этот один небольшой год я на самом деле с огромным удовольствием вот слушал мне было очень трудно действительно оторваться и тематика она просто ну еще и очень довольно сильно отличается даже от того что было до сих пор я вообще хотел бы чтобы мы продолжали двигаться такими темпами огромное спасибо Артему Николаевичу и желаю всем наверное еще больших успехов и еще быстрее двигаться вперед спасибо 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 друзья мы тогда завершаем и что ж самое основное по первой части да у нас пациентская организация создаст горячую линию куда будет обращаться иностранные пациенты с просьбой рассмотреть возможности их включения насколько это поможет мы пока не знаем но по меньшей мере это даст какую-то статистику у нас сегодня был доклад только от одного центра от медицинкологии Петрова по обращению а так может быть получится собрать какую-то более значимую интересную статистику по второй части по объединениям центров если центры захотят принять участие в этом объединении то самая основная задача это просто как оптимизация ресурсов с целью для улучшения качества доступности клинических исследований а с точки зрения цифровизации есть у нас некоторые проекты которые уже можно использовать то есть там часть вот она на медицинкологии Петрова на сайте висит стартапы которые хотят заниматься цифровыми продуктами смотрите Ольге Логиновской презентацию хэштег белая ночь например да кто хочет набирать пациентов с помощью новых баз данных да пожалуйста Нетрико уже фактически заключает контракт и анализирует то есть действительно Сережа то что там пять лет назад казалось доступно только за границей там по обращению теперь у нас все это есть посмотрим что будет в следующем году спасибо большое друзья пока спасибо спасибо Продолжение следует...